Продолжение следует... 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 Вот, так что, ну, можете ставить плюсики, вот, и мы двигаемся дальше. Вот, ну, что ж, давайте знакомиться, наверное, сначала мы попросим представиться вас, то есть вы можете написать в чат, из какого вы города, сколько вам лет, как бы, чем занимаетесь, и что вы сегодня хотите на нашем вебинаре услышать. Может, кто-то вообще из другой страны, как бы, да, может быть, из другой страны, нам это действительно интересно и важно. Вот, пишите свои лучшие результаты, для нас это тоже интересно, как бы, кто нас слушает. Вот, Киев, очень здорово, что с нами Украина. Да не знаю, сколько-то из Украины. Вот, из Казахстана, из Украины, очень классно, очень здорово, постараемся сделать интересно. Вот, даже в 9-м мастероскорту, здорово. Вот, Йошкар-Ала, тоже очень классный город, вот, недавно там был. И давайте сейчас мы немного представимся сами, расскажем о себе, вот, ну, если кто нас не знает, с нами не знаком, вот, наверное, мы, ну, с кого начнем? Начнем, наверное, с нашей главной звезды, с самого сильного нашего атлета, это Юра Белкин. Юр, давай ты чуть-чуть про себя расскажешь. Я, как всегда, расскажу о себе вкратце, то, что я являюсь чемпионом и рекордсменом России, Европы и мира IPF. Звание альтернативное я себе никогда не присваиваю, всегда это говорю, только лишь присваиваю себе понятый результат. То есть, мои лучшие результаты это в категории до 100, это сумма тонн 32,5, которая является all-time, и сумма в категории до 110 тонн 55 и тяга 440. Также она является самой большой тягой в России. Вот, в принципе, все, что хотелось бы сказать. Вот, и all-time в мире до 110 килограмм. Так я же сказал-то. Все рассказал, все рассказал. Вот, Санкт-Петербург, Ростов. Вот, ну, коротко представлюсь я. Меня зовут Кабанов Артем. Я мастер-порт-мужиного класса по пауэрлифтингу, чемпион мира среди юниоров. Также я на протяжении уже 7 лет играю в американский футбол, играю в сборной России и представляю команду московские патриоты. Также я являюсь выступающим партнером по силовому экстриму. То есть, я переквалифицировался с пауэрлифтином и силовой экстрим. Я вошел в топ-6 нормальной классики Юрок. Я являюсь членом сборной России до 105 килограмм по силовому экстриму. И бронзовым призером лиги Strongman Open Strongman League. Вот. Да, донецкие скифы у нас. Мой друг из вашей команды, он играл за нас в этом сезоне. Вот, классно, что вы нас смотрите, слушаете. Очень хорошая команда при этом передает. Вот. И наш третий участник, как бы третий член нашей команды, это Станислав Топорин. Станислав, тоже представьтесь, пожалуйста. Да. Как сказал Артем, меня зовут Станислав Топорин, в пауэрлифтинг. Я пришел в 2000 году. Попал очень удачно сразу к Косову Сергею Митрофановичу. Правда, когда он меня первый раз увидел, прирост метра 90, весит 65 килограмм, посоветовал мне идти играть в баскетбол. Но я поставил себе цель дойти хотя бы до мастера спорта. И, в принципе, что с удовольствием и сделал. Далее у меня началась моя деятельность как тренера. Я начал активно учиться, обучаться, проходить разные семинары, дополнительное обучение. И, что самое важное для себя я вынес, что можно было намного быстрее достичь результата поставленной цели. Можно было обойтись без перетренированности, без травм. Нужно было просто чуть больше знаний. Ну, может быть и так, да. И именно этим хотелось бы в дальнейшем поделиться. Я в чате вижу то, что пишут ребята с очень серьезными результатами. Вот там из Якутии парень, который планирует снять рекорд по тяге. Если есть какие-то конкретные вопросы, мы вернемся к этому в течение нашего курса и постараемся об этом рассказать. Вот. Тему тренерской деятельности мы тоже затронем. Как немного рассказал про наших учеников, как мы их тренируем, так и дав какие-то общие советы в дальнейшем. То есть наш семинар, вебинар сегодня, это как подготовиться к своему порывку за три месяца. Ну, понятно, что это название весьма условное. Наверное, все-таки грамотнее было назвать, как улучшить свои результаты в соревнованиях за эти три месяца. Вот. Как совмещать работу и профессиональный спорт, тоже про это расскажем. Перетренироваться очень плохо и, на мой взгляд, лучше не дотренироваться, чем перетренироваться. Дальше мы сейчас расскажем, для кого вебинар. То есть, ну, наверное, кто те люди, под которых мы подстраивали нашу программу. Ну, в первую очередь, мы ориентировались на то, что не все люди умеют составлять планы тренировок и готовиться к соревнованиям самостоятельно. И вот мы видим, что многие из разных городов, вот там Пушкин, Рыбинск. Наверное, не всегда в вашем городе есть квалифицированный тренер, который может вам правильно, помимо того, чтобы списать программу, именно подвести к соревнованиям. Есть результаты встали и не знаешь, в каком направлении двигаться. Наверное, это у всех было. Юр, расскажешь что-нибудь? Да, это было и у меня, на самом деле. Это было довольно-таки, как бы это ни звучало, противоречаще. То есть, в начале моей карьеры, то есть, на самом деле, у меня стали результаты на протяжении полутора лет. Результаты не росли, особенно в тяге, например. Я вот как вышел в 2009 году на тягу 275, так вот и 275-207 тянул до середины 2011 года. Сменил весовую категорию за счет прироста массы, добавил в жиме и в приседе. То есть, это для кого не секрет, то есть, многие знают, что с роста массы растет присед и жим. То есть, был полный провал с точки зрения тренерского подхода. Сменил тренера, сразу все, прям резкий скачок пошел. За полгода я спрогрессировал на 100 килограмм в сумме. То есть, это колоссальный рост. Это при том, что я на тот момент еще до конца не реализовался на поморстве. То есть, мог бы там где-то и до 150, мог бы прогресс выставить. Поэтому, такие случаи, в принципе, были по-любому у всех. И у всех, у многих сборников тоже уверен были. Вот. Также мы постараемся рассказать про травму. То есть, что делать, если пациент преследует травму. Опять же, ну, мы все с этим сталкивались. У меня были, ну, довольно серьезные травмы коленей. Опять же, здесь была вопрос по перетренированности именно из-за этого. То есть, я занимаюсь без тренера. Я, как бы, очень хотел показать результат. Загонял то, что себя называют на веса постоянно. Работать с максимальными весами. Но, в конце концов, ничего хорошего не закончилось. Идет по полгода я пропустил из-за травмы колен. И, как бы, когда я вижу в зале молодых ребят, которые только начав заниматься, пытаются каждый новый день поставить какой-то рекорд свой личный. Ну, мне их искренне становится жаль. Я, конечно, стараюсь им советовать как-то. Но, к сожалению, меня не всегда слушают. Вот. А также есть, ну, наш семинар для тех, кто давно хотел, как бы, ну, потренироваться, что ли, с нами, да, что-то узнать. Вот. Но у него не было возможности. Да. На вопросы, вот я вижу в чате все вопросы, мы расскажем на них, мы чуть позже расскажем. То есть, у нас есть ответы на заготовленные вопросы, которые у нас были до этого, которые у нас спрашивали. И если ваш вопрос, мы, у него не расстроил, да, не совпал, то в конце мы, конечно, постараемся него максимально ответить. То есть, опять же, это довольно, ну, на них просто сложно ответить, если мы людей не видим. То есть, поэтому мы, например, не ведем онлайн-тренировки, вот, потому что, не видя человека, очень сложно написать программу. И, как бы, получается, мы его корректируем постфактум. Вот. Наверное, двигаемся дальше. Вот там у нас ИС-4, Электросталь. То есть, мы сейчас находимся далеко от Электростали, тоже в Московской области, все в городе Балашиха. Да, как раз буду проезжать. Вот, да. Когда Юрий будет возвращаться к себе домой, будет проезжать Электросталь. Да, запись вебинара будет предоставлена тем, после конца вебинара, кто до конца нас дослушает, я надеюсь, что таких будет подавляющее большинство, потому что мы стараемся сделать интересно, то в конце, да, мы предоставим эту запись. Ее не будет в общем доступе, а для тех, кто зарегистрировался, кто сейчас с нами, да, она будет. Вот тут, Юр, вопрос по бинтам, бинты АПТ, как у тебя? Есть сейчас возможность где-то достать? Проблема в том, что АПТ-странгулятор их на весь производство, то есть, новые их нигде не достать. Только лишь БУшки, и опять же, это очень тяжело будет найти. Только ищите БУ бинты. То есть, с трангулятора точно их уже нет. Вот, и куча подделок тоже. То есть, есть пакистанские, есть американские. Я, что пакистанские не очень. То есть, у них и предел растяжимости очень низкий, и то, что они тонкие. То есть, тут, короче, очень сложно с АПТ-хами. Мне самому очень повезло в свое время. То есть, я их выпустил у Дэна Грина. Вот, он мне их очень любезно подарил. И, вот, мне реально повезло. То есть, как вот, вам даже, чтобы посредить, где искать, я, честно говоря, не знаю. Все с этой проблемой сталкиваются. То есть, тут, опять же, повторюсь, что только БУшки искать, и все. То есть, другого варианта. Тренировки до помоста, их, к сожалению, не доносят. И, как бы, кому нужны рекорды в зале, если вы не можете свой результат показать на соревновательном помоста. А ведь результат оценивается не то, что вы когда-то где-то подняли на тренировке, а именно те цифры, которые записаны в итоговом протоколе соревнований. Также, по поводу тренерства, мы постараемся, ну, может быть, рассказать или, там, своим примером показать, как тренировать, подводить людей. И это, что немаловажно для тренеров, если, кстати, есть те, кто сам тренирует, тоже поставьте сейчас плюсики, чтобы мы знали, что есть такая, как бы, категория людей, кому это интересно. Может быть, даже потом отдельно сделаем какой-то проект по этой теме. И это, естественно, положительно сказывается на заработке. Потому что я уверен, что когда люди видят, что ваши клиенты, ваши ученики добиваются результатов, они, скорее всего, пойдут тренироваться к вам. И сарафанное радио никто не отменял, тем более, в небольших городах. Вот. Ну и для вас, если вы хотите знать какие-то секреты чемпионов, я думаю, что в конце вебинара Юра расскажет фишку, и все сразу потянут 445. 400, ну. 445. Да. То есть в конце мы дадим, разрешен на почту, небольшой чек-лист, в котором мы сформулируем основные тезисы, которые мы сегодня на вебинаре постараемся рассказать. Вот. Вижу, что много плюсов, значит, что тренеры с нами, это очень-очень здорово. А, меня плохо слышно. Потому что Артем говорит громче, чем я. Буду стараться бить громче. Вот. Юр просто, он еще сидит чуть-чуть дальше от камеры, нежели я. Вот. И мы, наверное, начнем наш рассказ с основы построения тренировочных процессов. Вот. Юр, расскажи, наверное, сначала ты какие-то общие вещи, как должен строиться процесс. Тут были вопросы, как не перетренироваться. Да. В этом плане, кстати, основываясь на этом и строится тренировочный процесс. То есть, нужно не перепахать, но в то же время и не допахать. То есть, нужно найти свою золотую середину. И почти у всех, как бы, она общая, но, как правило, если, например, тренируя супертежей, вот, у них тут, конечно же, все немного иначе. Потому что у них процесс восстановления более долгий. И вот именно в основе построения тренировочных процессов нужно, очень важно, именно компоновать. То есть, по промежуткам, именно в отдыхе, там, жим, присед, то есть, тягу. Многие спрашивают, как часто делать тяжелую тягу, там, как часто делать тяжелый жим. То есть, как часто делать легкую тягу, нужно ли делать легкую тягу, нужно ли делать скоростную тягу. Вот это все, потом все будет обсуждаться, расписываться, что, почему, как и почему именно так. Не потому, что именно на моем опыте это было доказано, а потому что, то есть, основываясь на каких-то научных исследованиях, то есть и на биохимии, и на анатомии и тому подобное. Юр, простите, я перебью, здесь вопрос очень актуальный, мне кажется, можно ли тренироваться каждый день? То есть, как подготовиться к тренированию постановой тяги, если голова требует ежедневных занятий? Есть такое выражение, кто везде тут нигде, то есть, иногда нужно себя придерживать. Я раньше сам такой был, когда был молодой, то есть, энергия била через край, и меня тренер все время притормаживает. То есть, я все время пытался побольше на веса залезть, то есть, тут нужно себя сдерживать, и это очень важно. То есть, если себя не сдерживать, то обычно, вот все, кто, да, хотят тренироваться каждый день, таких людей почему-то перетренированы, их не беспокоят, правильно? То есть, они, видимо, только еще примерно начали свой спортивный путь, у них энергия бьет через край, ценность никак не перегружена, видимо, много свободного времени еще и тому подобное, то есть, нет никаких головников. Поэтому лучше тренироваться, то есть, должны быть дни полного отдыха именно тренажерного зала. То есть, не то, что вы, как бы, там, не должны тренироваться, вы даже видеть не должны. То есть, и морально, и физически должны отдыхать от народного зала. Вот, Юра, еще вопрос по поводу программы Westside Barbell. Вот, сначала ты, наверное, скажешь свое мнение, а потом я вкратце расскажу. Честно говоря, я его никак не изучал, только решил, получается, понаслышке. И, ну, вот, ну, я тоже могу сказать, Артем, я его послушаю, и, может быть, все какие-то коррективы сразу же не внесут. Могу сказать свое мнение. Я считаю, что нужно, если тренироваться по этой программе, нужно тренироваться с теми, кто ее изобрел. Потому что до нас доходят какие-то обрывочные сведения, видео, какие-то там переведенные тексты. Переводы. Да, переводы, но я просто сам занимался переводами, и я понимаю, насколько это все не точно. Вот. Принцип того, что нужно делать день максимальных усилий, день динамических, наверное, в этом есть смысл. Потому что то, насколько вы делаете быстрый подъем, это важно. И все-таки, что пауэрлифтинг – это скорость в силу обе спорта. И, действительно, чем меньше времени вы находитесь под нагрузкой, чем меньше времени вас занимает движение, тем у вас больше будет сил. Это да, как бы в этом есть правда энергозатратная. Да, она энергозатратная. Вот. А день максимальных усилий, ну, на мой взгляд, спорно. И все-таки здесь нужно очень… она должна быть очень персонализирована. То есть не нужно брать одну программу, которую увидели в интернете, и пытаться ее повторить на 100%. По поводу системы Суровецкого, ну, его система, например, жим номер один, которая рекомендует три жима в неделю. Ну, на мой взгляд, это как бы прямой путь к травме. Потому что, особенно занимаясь трейборьем, еще приходя после работы, как большинство, ну, три раза в неделю жать всю максимальные веса. Если вы жмете 100 килограмм, да, это, наверное, сработает. Если у вас жим лежа, там, уровне даже мастера спорта, ну, к сожалению, это будет вряд ли прогрессировать, потому что просто быстро насослабее. Это будет при тренировке. В общем, в случае, так и получается. То есть, если ты подготовку пережил без травм, ты выстроен, травмировался, все, то есть, полное дно получается. То есть, поэтому нужно не забывать о восстановлении, потому что восстановление нам напрямую обыскаться на травму. То есть, недовосстановился, травмировался, восстановился, тренируешься дальше и растешь. Вот, и еще, наверное, последний вопрос сейчас. У нас, опять же, на все вопросы постараемся ответить в конце. Последний, на сейчас вопрос по поводу слинкшотов. На мой взгляд, слинкшоты как помощь при жиме без экипировки, они смысла не имеют. Потому что для тех, у кого слабая фаза дожима, можно использовать различные дожимы с грузков разной высоты, с мертвой точки. Те, у кого слабая фаза срыва, ну, им надо как бы работать на фазе срыва, а не снимать нагрузку с помощью слинкшота. Вот, юг. Нет, слинк дожима никакого не даст, стопудово. Вы, вот, те, кто работал в майке и в слинке, это поймут сразу. Вообще работа разная, абсолютно. То есть, слинк работает от начала до конца прям. От начала движения до конца движения. Многие даже, когда пытаются, получается, зацепиться в сторону, им помогают. То есть, зацепиться. То есть, это говорит о том, что сводит слинкшот прям до самого последнего момента. То есть, поэтому там никакого развития дожима, в принципе, да и быть не может. Слинк можно хорошо использовать при разминке, то есть, перед экипировочным дожимом. Ну, то есть, потом, в дальнейшем надо реально посвящать этому тему и все это разбирать. Да, вот, по поводу, у нас, ну, очень часто нам пишут, что, вот, там вы, там, чемпионы, а там мы только новички. Мы были такими же, как бы, как все. Вот, и по поводу, как бы, ну, наших историй, у нас вот часто спрашивали. Когда я, например, пришел в французский зал, я пожал пустой гриф три раза. Вот, в принципе, на этом мои результаты закончились. Я стал долго, я ушел домой. Весил я килограмм пятьдесят. И постепенно, постепенно, постепенно я как-то стал двигаться дальше. К сожалению, когда я начал заниматься, не было литературы, не было, там, нужных специалистов. Поэтому мой путь, он немного затянулся. С одной стороны, возможно, я не совсем реализовался как спортсмен. Это можно было сделать быстрее, эффективнее. С другой стороны, наверное, в чем плюс? В том, что я получил такие знания, как бы, на своем опыте и на своих ошибках, которые бы я не получил, если бы у меня был бы грамотный тренер. Также, ну, по поводу планирования питания во время подготовки к соревнованиям. У нас очень много было вопросов. У нас Станислав является специалистом по питанию. Вот, и я думаю, что он вкратце сейчас нам об этом расскажет. Да, действительно, питание в пауэрлифинге, это, конечно, не бодибилдинг, но оно более чем важно. Дело в том, что питание напрямую влияет на вашу эндокринную систему, естественно, как и тренировочный процесс. Также здесь было пару вопросов по поводу подсобных упражнений, по поводу, как грудной отдел включить приводящие. Это не относится, конечно, к питанию, это относится, скажем так, к вопросу реабилитации. И подсобные упражнения действительно очень важны именно с точки зрения приведения в баланс вашего организма. Потому что мышцы, все мышцы у нас, как известно, связаны с фасциями, и нарушение одной лишь какой-то части приводит к безбалансу всего организма. И подсобные упражнения, не только силовые, много других приемов есть для того, чтобы привести ваш баланс, для того, чтобы включить приводящие, как был, вопросы. Если грудной отдел гнется, значит, он просто не работает, нарушена иннервация, значит, где-то есть мышечный безбаланс, о чем мы, скажем так, позже более подробно остановимся. Здесь был у нас в чате вопрос, там, напишите на вскидку процентовки. А на вскидку процентовки написать мы не можем, потому что это, ну, совершенно жуткое дилетантство. Если кто-то вам на вскидку что-то напишет, как бы, ну, не зная вас, там... Опять же, есть, да, есть просто скоростные спортсмены, есть, нет. Например, взять меня и Артема, то есть, примерно наш лучший режим с ним одинаковый. У него 235, у меня 235, да. То есть, ему, чтобы жать себе 235, ему нужно работать в режиме повторений, то есть, с 200 кг повторений на 7. А мне на 4 повторений. То есть, вот, это такое различие. Поэтому и процентовка будет различаться. То есть, тут нельзя вот так вот взять на вскидку и сказать. То есть, это полный... Да, это очень дилетантство, как бы, если кто-то вам это расскажет, но не надо его слушать. Вот. Оптимальная тренировочная система, в том, что она ног в приседе. Оптимальная постановка ног в приседе, это очень сильно будет зависеть от вашей атропометрии. Вот, дальше. Как можно на пауэрлитинге заработать? Очень много у нас в этом вопросе. Мы говорим, как в принципе, из того, как спорта. Ну, давайте скажем честно, откровенно, будучи спортсменом... Это очень мало вероятно. Да, это... Вчера только вопрос обсуждали. Потому что, если вот, то есть, как бы, реально взять действующих спортсменов, да, пауэрлифтеров, кто на пауэрлифтинге зарабатывает? Ну, там максимум 10 человек, то есть, получится. Вот. Поэтому на пауэрлифтинге зарабатывают только те, кто имеет свои залы для пауэрлифтинга и тренера. То есть, только лишь за счет этого можно жить, скажем так, и на пауэрлифтинге. Ну, вот. Поэтому, как спортсмена, то есть, именно как спортсмену действующему, на призовых особо не рассчитывайте. Соро, 40 тысяч баксов улетели вообще просто. Ну, 40 тысяч улетели, конечно, круто, да. Там же, там же, в Штатах. На самом деле, но, опять же, ну, да, давайте будем честны. То есть, ну, 40 тысяч долларов выигрывают с пауэрлифтингера в жизни и, как бы, выигрывают с одним человеком. То есть, там, лучший из лучших, выступая, как бы, ну, сколько вы давали, там, за первое место в категории? Где? На ЮсОпен. На ЮсОпен, косарь баксов. Ну, то есть, да, то есть, выигрывая категорию, получаете тысячу долларов. Ну, хороший заработок, не очень. То есть, ты приехал, ты уже потерял деньги. То есть, ты потратил на поездку, там, 100-120 тысяч, вот, а выиграл, там, категорию, получил 60 тысяч. Да, например, ну, в целом экстриме максимальный заработок, это за соревнования, это 50 тысяч на этапе чемпионата России, на котором собираются сильнейшие спортсмены. И это, в принципе, ну, отбивает, ну, в лучшем случае, подготовку у действительно спортсменов-элитарных. Вот. И говоря про заработок, что и действительно, как можно заработать, это став, вот, те тренеры, которые нас смотрят, грамотными специалистами, повысив свой уровень, как бы, мастеров. И не только в пауэрлифтинге вообще, то есть, одним пауэрлифтингом с этим не будешь, однозначно. Вот. То есть, нужно и в сфере фитнеса также. То есть, все эти знания легко перекидываются на фитнес, вообще запросто. Да, то есть, если вы понимаете, как грамотно приседать, при какой постановке ног, как там, смазать, здесь ягодично, вы можете, как пауэрлифтера подготовить к соревнованиям, так как, вот, да, и девочке эти ягодичные нарастить, она вам скажет спасибо и придет вам еще на тренировке. Вот. А Станислав у нас является управляющим очень крупным премиум-клубом в московском регионе. Вот. Стас, ну, ты что ему скажешь по этой теме? По поводу обучения сертификатов и так далее? Ну, да, и вообще, как зарабатывать, как бы, как вот, если человек тренер, как он доходит? По какому принципу идет прием на работу? Прием на работу, на самом деле, идет по самому главному принципу проверки, знаний. Являясь правом управляющим, мне на первом месте стоит и безопасность клиентов, и эффективность ихнего тренировочного процесса. Так как, если человек пришел, занимался с тренером год и не получил никакого результата, этот человек больше не купит у нас клубную карту. Мало того, что мы потеряем клиента, также получится плюс еще один какой-то человек, да, который, в принципе, изучируется и в персональном тренинге, и в фитнесе в целом. Поэтому, да, на первом месте знания, знания еще раз знания. И тренер, в моем понимании, это тот человек, тот специалист, который делает так, чтобы его подопечник, его ученик, и как можно реже попадал к врачу. Вот, в принципе, основное. Вот. Дальше нам двигаемся по вопросам. Здесь вижу вопрос. Просто на всем мы не успеваем физически отвечать. Вопрос здесь у нас был. Если болят колени во время тяги в сумо, к этому надо привыкать? Или что делать? Вообще, как бы, это ненормально. То есть, нужно смотреть. И бывают такие нюансы, когда х-образное строение ног. То есть, когда, например, у тебя ноги не параллельны, а получается в коленном суставе заваливаются в центре. То есть, получается, при полном выпрямлении в сумо, то есть, нагрузка на коленном суставе вообще колоссальна получается. То есть, они вот так вот прям прогибаются. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным. И нужно вообще, как бы, контролировать этот локаут в коленном суставе. То есть, не давать им переразгибаться. Если в стартовом положении болят колени, вот сам тяну, например, сейчас, да, с больными коленями, если тянешь правильно в сумо, то крутящий момент на коленном суставе настолько минимальный, что ты, в принципе, никакого дискомфорта ощущать не должен. Колено должно быть четко стоять над стопой. То есть, и получается, что если, например, брать, то есть, проекция штанги, она как нагрузка и есть, то есть, она получается соосно с коленом идет практически. И нагрузка на коленном суставе, опять же, напоминаю, что она получается минимальна. То есть, никакого дискомфорта именно, по крайней мере, на срыве быть не должно. Когда на полном выпрямлении у кого-то, говорит, дискомфорт, ну, тут уже надо смотреть и диагностироваться. То есть, ну, терпеть в любом случае не надо, вот, нужно узнавать причину вашей боли. То есть, вопрос, ну, вообще, если что-то болит, не нужно терпеть, это ненормально. Это самое главное, да. Не нужно терпеть. Сейчас потерплю, еще до тела подходит, будет только никогда так не делать. Вот, дальше. Есть ли смысл, посоверяюсь, мы приехали с семинаром в Петербург. Мы сейчас к этому вернемся. Вот. Мы сейчас, как бы, расскажем про, там, дальнейшие семинары и прочее. Вот. И, опять же, да, вопросы в конце, мы будем двигаться дальше. Вот, еще в конце мы на вопросах остановимся. Вот. И что мы хотели? Мы сейчас хотели бы, чтобы вы вспомнили, как вы первый раз пришли в районный зал. Что для вас, как бы, было основным стрессом и, ну, к чему я свой вопрос строю, сильно ли поменялась ваша техника и, как бы, ваше знание, вот, по сравнению, где вы сейчас находитесь и с вашим первым приходом в районный зал. То есть, что для вас было важно тогда и что сейчас. Вот. И, в принципе, опять же, пишите нам это в чат ответы. Вот. И мы постараемся их прокомментировать. Вот. Но вот все пишут радикально сильно. Все было стрессом. Да, все было стрессом. Поменялся чуть-чуть на техника. То есть, мы это к чему ведем? Что на любом уровне подготовки, на любом уровне подготовленности техника все равно первична. То есть, за счет силы можно чуть-чуть двигаться благодаря семинару Миши Коклеева. Но я лично к Михаилу отношусь с уважением. Сам был на его семинарах, правда, ничего не поменялось после этого. Вот. Да. Отношение к сумму поменялось. Ну, это же. Вот, да. И, значит, что у нас, опять же, основные вопросы по того, какие как бы у людей, что изменилось. Вот. Здесь вопрос про укрепление спины и бицепса бедра для остановки тяги и приседа. Наверное, подсобные упражнения какие-то. И нужно ли вообще это делать? То есть, Юр. Укрепление спины отдельно посвящать тому, если ты, в принципе, новичок, то ты с этого и должен начинать. То есть, ты должен, то есть, от, так сказать, от изолированных упражнений идти к базовым. То есть, ты сначала должен там гиперэкстензиями укрепить спину, всяким подводящими упражнениями, то есть, там, делать какие-то те же сгибания, несгибания. То есть, какой-то мощный тонус ты должен присутствовать перед тем, как переходить к базовым упражнениям. То есть, если ты полностью, скажем так, мёртвый, да, на сленде, вот, то есть, мышцы не имеют никакого тонуса, то, получается, и подвижность суставов, то есть, она в избытке, и подвижность межпозвоночных соединений, вот, поэтому это очень опасно. Поэтому именно на ранней стадии нужно укреплять, конечно же. И потом, то есть, все, кто говорят, что, типа, у меня там, я тяну горбом, то есть, если ты тянешь горбом, это компенсация организма говорит о том, что у тебя слабые ноги. То есть, ты не можешь стартовать ногами, ты округляешь спину, снимаешь натяжку с мышц, тем самым, улегчая им работу. То есть, вот и все причины они, потому что у тебя слабая спина. Ты же свой горб потом выпрямляешь в конце каким-то образом, а это несколько тяжело, извините за выражение. Дальше, да, вопросы у нас тоже были перед семинаром по упражнениям, вариациям методик, как их циклировать. Не нужно постоянно, самое главное, не нужно постоянно работать на весах. То есть, делайте паузы, если вы готовите к соревнованиям, выберите дату соревнований, к ним готовьтесь. То есть, люди, которые в течение года ездят на соревнования каждую неделю, если они на этом не зарабатывают, то это очень-очень нелогично, мягко говоря. Вот, методик, вариаций много, самое главное, чтобы они как бы не привели вас к травме. То есть, если вы почему-то, во-первых, если вы что-то начали, доводите это до конца. То есть, ну, 8 недель хотя бы готовьтесь по одной программе. Не нужно бросаться как бы в крайности. То есть, сегодня я хочу там успокоить в тяжелой атлетике, завтра по пауэрлифтингу, позавтра я начну бегать, потом вернусь в пауэрлифтинг, но по новой методике. То есть, если вы начали, если вы доверяете своему тренеру, то занимайтесь с ним хотя бы один цикл соревнований. Дальше. Растяжка восстановления. Стас, расскажешь нам вкратце? Да, с удовольствием расскажу. Причем этот раздел растяжки восстановления будет напрямую связан также и с разделом крепления спины, нижнего отдела и так далее. Дело в том, что организм, как я уже до этого говорил, это такая большая цепь, где все взаимосвязано. И можно сколько угодно пытаться что-либо укрепить подсобными упражнениями, но если есть нарушение в какой-либо цепи и какая-то мышца не работает, находится в гипотонусе, она все равно не будет включаться. Вместо нее будут включаться соседние мышцы, которые в принципе-то не должны выполнять данную функцию. Они будут брать на себя нагрузку, что приведет в конце концов к проблеме в этих мышцах, потому что они в принципе не должны этого делать, и к спазмам, триггерным точкам, и к еще большему дисбалансу. И будет еще больше горб, и будут еще больше выключаться ноги, будут там не включаться ягодицы. И для этого есть система оценки своего состояния, чем я могу с удовольствием поделиться. Можно самостоятельно себя протестировать и интерпретировать уже эти тесты таким образом, чтобы понять, где, в какой цепи, какое нарушение, и естественно, что с этим можно сделать. На восстановление там также был вопрос очень интересный по поводу адаптогенов в пауэрлифтинге. В принципе, адаптогены, они есть, имеют место быть не только в пауэрлифтинге, а в принципе в любом виде спорта. Да, здесь много у нас вопросов к Юрию, сказать о своей тренировке, именно о своей тренировке. Я возьму как бы себе, если Юра не против, скажу, что как бы не нужно ориентироваться на тренировке чемпионов. То есть, если Юра расскажет о том, как он тренируется, ну вы из этого вряд ли что-то вынесете, потому что Юра тренируется, во-первых, интуитивно, во-вторых, зная свой организм. Вот. И ни один клиент, ученик Юры, не тренируется, как тренируется Юра. Вот. По поводу периодизации подсобных упражнений. Подсобные упражнения нужно обязательно, не нужно их ставить бездумно. То есть, подсобные, все подсобные упражнения должны выставлены быть так, чтобы нивелировать ваши слабые места. Поэтому я их называю подводящими упражнениями. Вот. Потому что они должны совершенствовать технику. То есть, совершенствовать навыки. И едем дальше. Да. Но, как поддерживать здоровье при таких нагрузках, опять же, очень важно, во-первых, уделять внимание не только тренировочному процессу, но и процессу восстановления. И, как бы, чем выше уровень ваш как спортсмена, тем этому нужно уделять внимание больше. То есть, если вы чувствуете в вашей организме, что он говорит «нет», а у вас написан план, ну, посоветуйтесь с тренером. То есть, возможно, все-таки надо хотя бы снизить нагрузку. Тем более, все мы люди, работающие, и, ну, подавляющее большинство из нас едет на тренировку после работы. Вот. А настраиваться перед подходом, ну, это мы, наверное, в конце еще расскажем по поводу психологии. Вот. Поддерживать здоровье, опять же, да. То есть, обосновлении какие-то массажи, сауны, миофасциальный релиз, про это расскажет Станислав. Не забывать растяжку и тянуться, и не терпеть травмы. То есть, ни в коем случае, если у вас есть какой-то где-то дискомфорт, постарайтесь его сначала убрать. Если там нет соревнований, то у нас учится в 2 недели, то мы готовились всю жизнь. Вот. А также, ну, распространенные травмы в троеворье, предупреждение лечения. Юр, распространенные травмы, вкратце, расскажи, пожалуйста. Самое распространенное – это проблема с локтями, проблема с плечевыми суставами, проблемы с коленем. Вот. Редко, когда проблемы с тазобедренным суставом, они с грушевидной мышцами. Да, как правило, это, да. Станислав на своем примере. То есть, тебе кажется, что у тебя проблемы с тазобедренным суставом, а по факту это спазм грушевидной мышцы. То есть, она прям очень рядом расположена и прям вот ощущается, как реально, то есть, как будто у тебя сустав прям туго вращается. И, конечно же, блин, спина. То есть, никто не отменял. Самая распространенная проблема – это проблема с позвоночником. Вот. И возникает она не только лишь из-за чрезмерных нагрузок и тому подобное, а из-за нарушения осанки в первую очередь. То есть, в принципе, это на ровном месте. Вот. Пишут, что болит бицепс после приседа. Бицепс, интересно, это имеется в виду, как бы, сзади пресс бедра, либо как бы бицепс… Если бицепс плеча, то есть, на руке, скорее всего, это не бицепс болит, а брахиалис. Вот. То есть, можно где-то перепутать, потому что он, как раз в таком положении держит руку. И от него, как правило, от брахиалиса идет, он крепится к локтевой кости, и вот поэтому болевые ощущения тоже из-за брахиалиса. То есть, слишком идет большая нагрузка на руки. То есть, штанга должна лежать на плечах, а не лежать в руках. То есть, поэтому болевые ощущения у тебя уже ставили на приседе сколиоза. Если сколиоз, нет у нас таких проблем. Сколиоз есть и фактически. Да, фактически, да. Мне ставили сколиоз, вот. Но потом, как бы, начав заниматься, я, в принципе, снова пришел, потому что я получил сколиоз. Вот. Сейчас, вроде бы, все хорошо. Вот. А сейчас мы, ну, думали вам немного рассказать про себя и историю, именно, как бы, о наших неудачах. То есть, что у нас когда-то не получилось, наверное, из-за каких-то незнаний. Справим потянуть 500 в прошлом году. Да. Вот. Юр, снова мы с тебя начнем. Так. Свою историю? Да, ну, как бы, наверное, ну, просто все думают, что как-то путь на вершину, он очень легкий и не тернист. На самом деле, он очень тернист. Реально очень тернист. То есть, и все те сложности, с которыми ты сталкиваешься, и тебе приходится делать шаг назад, но, и порой даже не шаг назад, а два шага назад и более. Но те сложности заставляют твои мозги работать и думать, что ты делал не так. То есть, ты все полностью переосмысливаешь подготовки и тому подобное. И тем самым ты, то есть, ты уже с новыми знаниями, с новыми навыками, то есть, идешь дальше. И, то есть, как бы, эти ошибки, они делают тебя сильнее, делают техничнее. То есть, в моем случае техничнее. Вот. И становишься техничнее, становишься сильнее. То есть, тут все взаимосвязано. Такие ситуации у меня были и со спиной проблемы. То есть, из-за нарушения осанки были проблемы с грудным отделом. То есть, у меня был откат в приседе за год, килограмма 60. То есть, я восстанавливал, откатил за год, восстанавливал года два. То есть, таких ситуаций реально, ну, три часа по мелочи. То есть, очень. Все. Вот. Там был вопрос по поводу того положения штанги на спине во время приседания. Опасно ли, если низко держать штангу для локтей. Ну, я сам с этим сталкивался. Потом вкратце отвечу. Да, опасно. Потом локти болят. Если в одну тренировку совмещать присед, да, жим и присед, то на жим, как бы, уже не останется здоровья. Даже, наверное, не силы на здоровье. Вот. У меня, как бы, ну, я всю жизнь тренировался без тренеров. То есть, мне, опять, как я говорил, отчасти повезло, отчасти нет. И благодаря этому, ну, в кавычках, благодаря, как бы, я на себе попробовал большинство травм и большинство ошибок. В основном у меня была ошибка при тренированности. То есть, я был уверен, что чем больше я сделаю, тем будет лучше. Вот. И, да, и придя в зал, ну, как я обычно делаю. То есть, я покупал журналы «Масклэл фитнес» и «Железный мир». Я выбирал программу на руки от бодибилдеров, программу на пристах Андрея Малагича, пытался всю одну тренировку смешать повторить. Получалась полная, как бы, фигня. Вот. И я прогрессировал, скорее, просто потому, что у меня было много здоровья. Вот. Я искренне жалею, что у меня в свое время не было тренера. С другой стороны, как бы, я тем самым сделал большую методическую базу. Опять же, я работал, ну, с переводными какими-то изданиями. То есть, делал сам переводы, в том числе, зарубежных в Сайт Барбл. Вот. И впоследствии даже с этим выступал на конференции в Ругуфке, это Российский университет культуры, туризма и молодежной политики, где занял первое место в номинации по методикам подготовки, по методикам условной подготовки. Вот. Дальше. Стас, наверное, от тебя тоже хотели бы услышать твой путь в спорте. Мой путь в спорте, да, действительно, был несколько тернистов. Интересная, да, фотография. Благодаря Артему я попробовал вид спорта, где стал мастером спорта международного класса. Как-то, проходя мимо, я спрашивал, Артем, а что ты делаешь? Он говорит, да, вот, к соревнованиям готовлюсь. Ну, съездили, выступили. На этих соревнованиях немножко надорвал бисенс. Это было связано с неправильной техникой, с тем, что поторопился, наверное, выступать, незнакомый для меня в виде спорта. Но зато другой рукой выполнил мастера спорта международного класса. Но речь не об этом. Мы поговорим про пауэрлистинг. Была очень серьезная меня, ну, нельзя назвать травмой. Была сильно спазмирована грушевидная мышца. Настолько, что я не мог тянуть какое-то время. Даже помню, по ночам мне снились сны, от которых я в слезах просыпался, потому что мне снилось, что я делаю становую тягу. Я просыпался, понимал, что не мог ее делать. И с чем это было связано? Тянул я в Сумо, выступал в ЭПФ. И тяга в Сумо, она, конечно, самая силовая. Больше всего можно поднять. Но есть, так сказать, подводные камни. Это Сумо самое сложное, слушайте. Технически самое сложное. Чтобы поднять дофига в Сумо, нужно быть очень техничным и очень подготовленным. Я не знал, что такое у меня официальный релиз в то время. Не знал, что нужно тянуться. Не знал, как себя протестировать. И пришло к тому, что ротаторы укоротились. Грушевидная пришла спазма. Очень долгое было восстановление и реабилитация. Конечно, после этого, когда я много-много учился на разных курсах, у разных преподавателей, я понял, что всего этого можно было избежать. И, в принципе, этой информацией в дальнейшем я бы с удовольствием поделился. И, в принципе, все те ошибки, которые совершаем мы, совершаете вы, они все довольно типичны. То есть, людей, у которых что-то такое, эксклюзивное, какая-то проблема, их очень мало. Просто как бы, да, за успех каждый платит свою цену. У кого-то она чуть больше, у кого-то чуть меньше, кто-то к успеху не приходит. Опять же, чаще всего не из-за нехватки амбиций или желаний, а именно из-за нехватки теории и из-за нехватки знаний. К сожалению. Вот. Тренировку при простуде, меня спрашивают. Дед. Да, если у вас есть температура, тренироваться не надо. Однозначно. Да, если вы себя плохо чувствуете, но нет температуры, приедите в зал, сделайте 50% от того, что вы собирались. Вот. И мы сегодня на нашем вебинаре хотим презентовать тот продукт, который мы с ребятами создали. Он называется Strong by Strong. Это, ну, тот курс, это будет онлайн-курс на, как бы, основе нашего опыта. Онлайн-школа будет, да. На основе нашего опыта, на основе международных практик. И на основе, как бы, результатов наших учеников. То есть сначала мы тестировали на себе путем, как бы, проб и ошибок. Потом мы это перенесли на наших учеников, которые, в принципе, в большинстве достаточно успешно двигаются, прогрессируют. После чего мы уже хотим презентовать сегодня вам. Да, вопросы, которые нам присылают, мы в конце еще к этому вернемся. Проклад все обсудим, не переживайте. Не переживайте. Даже покажу, как раз есть трансляция. Вот. У нас есть видео, да. И наш онлайн-курс, он будет называться «Как за три месяца подготовиться к соревнованиям по пуарлифтингу» и выступить под контролем чемпиона. Вот. Сейчас мы расскажем, да, ну, почему именно мы? То есть, ну, действительно, сейчас очень много в интернете онлайн-курсов, ну, не только в интернете, в каких-то школах. Я, честно, как бы всегда, ну, с самого-самого начала своего пути доверял только тем, кто... Плюсики, плюсики пошли. Все, пошло, все. Да, нормально, если, да, нас не видно, опять же, нужно будет страницу обновить. Вот. На чем остановился, что почему, как бы, ну, мы на себя взяли такую функцию, чтобы мы решили, что мы можем что-то сделать, презентовать. Потому что я, вот, лично, никогда не доверял тем, кто либо глубоко теоретик, то есть, кто может что-то рассказать, где-то что-то прочитал, но своим примером покупать не может. Ну, как бы, я бы не пошел к толстому диетологу. Вот. Так. А у нас были с обучениями, да, у нас как бы, да, то же самое, я бы, наверное, Юра со мной согласился, что ты пошел к тренеру, который, ну, к спортсмену, который сам поднимает, не может тебе рассказать, почему так. Нет, потому что я же так делаю, на мне работают. Да, то есть, ну, аргумент, потому что, да, это не аргумент. Да, если на мне это работает, и что? Да, то есть, если тренер… Там еще что-то работает. Да, вот если опять же у нас был вопрос в части, что там, как лечить тренера хорошего, а тренера не очень, за этим вопросом, зачем вы это делаете? Вот если он вам скажет, ставьте ноги шире, спросите почему. Если он скажет, что так надо, или я так тоже делаю, то тогда как бы, ну, нет. Да, всякими вопросами, вопросами, вопросами. Человек должен всегда отвечать на вопросы, не уходить в этот вопрос. Да, если как бы он от вопросов уходит, но это не совсем. Это аргументированно объясняем. Да, и как бы, опять же, причина того, что мы хотим сделать в онлайн-школу, это то, что мы хотим привести человека к этому результату. Результат должен быть измеренным, осязаемым и поставленным в сроке. Вот, в конце презентации мы расскажем, как к нам можно попасть на курс, чтобы нам не надо было ехать в Питер, или вам из Питера не нужно было ехать в Москву. А сейчас мы с вами, ну, вам расскажем пять каких-то ключевых компонентов, которые мы выделили, на наш взгляд, которые нам помогут добавить результаты. Вот. То, что сейчас вот я читаю, много воды, конкретные действия, чтобы стать мастером спорта, но, понимаете, нету таблетки. То есть мы не можем сказать, вот, поставь ноги шире, и ты станешь мастером спорта, такого нету. То есть вода, теория и прочее, прочее, прочее. То, что мы называем водой, это не совсем вода. Вот. Так вот, пятью компонентами. Чуть разбился. Все как раз и знают, что Юра знает объем механики, чтобы не ехать в Москву. Ну да, ехать в Москву, это довольно дорогостоящее занятие. Вот. Или искать. Том-то и дело, что мы хотим дать свои знания, то есть не скрывать какие-то свои секреты и тому подобное. Никто не быстренько конкуренции. То есть человек должен, то есть если человек приобрел знания, он должен обязательно с ними, ими именно, этими знаниями с людьми поделиться. То есть, ну и что я потом, блин, умру чемпионом, да, например, непобедимым, я никому ничего не расскажу. Ну, блин, бред полный. Поэтому мы будем делиться с вами своими знаниями. И нам поэтому проще это сделать как бы, ну, массово, а не конкретно там, каждому там личному сообщению, то есть что там переслать и тому подобное. То есть мы это физически не вывезем. Поэтому создается проект. То есть и вам удобнее, и нам удобнее. Да, первое у нас это стоит как генетика. Насколько генетика является принципиально и важной для того, чтобы все очень темно. Да, сейчас это все объясню. Генетика решает вот от ноля процентов и почти до бесконечности, скажем так, решает. От ноля процентов почему? Потому что генетикой своей нужно уметь пользоваться. То есть правильно ее применять и в определенном виде спорта. То есть не может быть человек генетически одарен и везде. То есть в каждом виде спорта. Такие случаи, конечно, бывают, очень редкие, но бывают. Но опять же, именно стать олимпийским чемпионом в беге, в теннисе и то, это еще более-менее. Даже с беги на 100 метров, на 400 метров уже как бы, ну, у Сэнболл 400 не бегает особо. Он не пробежит. То, что влияет растяжка, растяжка это не генетика. Есть, да, природная как бы гибкость, другость фасы, да. Но все равно как бы растяжка это приобретаемо. Можно ли много понимать без генетики? Опять же, у всех есть генетические сильные и слабые стороны. Вот. Да, также, опять же, важным является, где, как проходило твое детство. То есть, да, действительно, там не у всех были какие-то классные условия. Но, опять же, у меня условий тренироваться не было вообще. И все начинали с подвалов. Когда люди говорят, что вот там в моем городе есть один подвальный зал, где ничего нет, там нету два модных цепей, брусьев, у меня нет слиншота, это как бы ни у кого не было слиншотов, ни у кого не было цепей, ни у кого не было в сайт барбал переведенных статей. Но как бы это не мешало. То есть, хотя, ну, действительно, детство, наверное, условия там родителей... Нет, вот те, кто, например, жили, например, в деревнях, да все там слышали историю, вот там парень из деревни там пришел, там, блин, сломал там арматуру там или лом двумя руками, то есть, не тренируясь, ничего. То есть, реально, люди из деревень, они физически сильнее. И почему? Объясняю сразу же. Потому что, во-первых, питание – это раз. То есть, все, вот сейчас растят на огородах, то есть, вся пища своя, то есть, молоко реально настоящее из-под коровы, а не там, я не знаю откуда. Вот. И, опять же, режим тоже. То есть, режим детства очень важен. Как говорил Стас, то есть, вся эндокринная система строится от питания, это режим. Вот. И в дальнейшем, то есть, находясь в таких условиях, взрослый человек в итоге становится здоровым. Да, так, сдвигательная активность. Также, да, то есть, молочка, она влияет на крепость скелета, на брошенный скелет. То есть, если ты на 18 лет все это игнорировал, то после уже поздно. То есть, кальций уже почти что не усваивается после 18 лет. Вот. Результаты в детстве. Вот. Нас спрашивают, ну, я в 16 лет первый раз подтянулся. Вот. Но вот этого не умел. Вот. Юр, я во всем для тебя ответил. Пожалуй, 40, а ты пустой вид на мне разный. Не буду расставить Артема. Вот. Да. Тренировочный процесс, опять же, ключевой. Вот. Ключевой играет влияние. Вот. Стас. И тренировочный процесс, это не только планы тренировок, и там, то есть, вариации по весам. Это все. То есть, восстановление техники и все тому подобное. Режим цена восстановления. Нет, тренировочный процесс, да? Это и тренировки, и циклирование тренировок. Это то, что входит в обязанности тренировок, скажем. И как правильно питаться для лучшего восстановления, при этом, чтобы не набрать лишнего, чтобы не было у вас больше экстрагенов, чем тестостерона. В это же можно включить, и нужно, необходимо включить, какие-то реперационные действия. Не пугайте этого слова, реперационное. Они не для инвалида, скажем так, а для того, чтобы не стать инвалидами. Как Юра называет это, там, и подводящее упражнение. Да, и, кстати, Юрий обладает очень хорошей растяжкой. Тянет не для того, чтобы ему это очень нравится. Просто растяжка – это один из самых простых способов избавиться и предотвратить спазмы, которые ведут к нарушениям цепей. Психология, Артем, очень важный. Да, вопросы про методики Главинского и прочего в конце на эти вопросы ответим. Да, чуточку про психологию. Я говорю, психология – это очень важный фактор. Почему? Потому что, опять же, здесь нужно подобрать то, что индивидуально подходит вам. Кто-то, те, кто поднимает на соревнованиях меньше, чем они поднимают в зале, вы что-то делаете не так. В плане возможностей психологии. Если не секрет, что с олимпийскими спортсменами работают психологи. У нас, в сожалению, таких возможностей в PowerLips-инге нет. Даже я, когда был в сборной, у нас был психолог, я же так скажу, на сборах. То есть те, кто хотели, и те посещали психологию. Немножко хочу добавить от себя, опять же, в своей теме по психологии, если можно, чуть-чуть прям скажу. Наши эмоции, наши эмоциональные состояния, они напрямую влияют на наши мышцы, их состояние и в обратном. Какие-то нарушения в мышечных цепях напрямую влияют на наше психологическое состояние. И за счет правильной диагностики в своевременном обнаружении и работе с мышцами у вас улучшится эмоциональный фон. И, естественно, вам будет проще настроиться на подход и не будет, скажем так, таких провальных проходок. Вот, вопрос, да, вопрос про проходок перед соревнованиями и как настроиться на вес. Йо, как, представляете, бояться своего веса? Опять же, это психология. То есть мы не должны бояться веса, вес должен бояться нас, скажем так. Никаких сомнений быть не должно. Чем больше вес на штанге, тем это должно больше вас подзадоривать. То есть вы выросли, вы спрогрессировали, вы же боитесь нового какого-то веса. То есть, блин, я не знаю, когда вешаю какой-то новый для себя вес, у меня такой кураж дикий. То есть тут, опять же, психология. Кто как, к чему относится. Вот. И, да, там у нас был, значит, вопрос про новый вес и про проходки. Проходки. Проходки с точки зрения психологии – это минус. То есть, например, вы планируете на соревнованиях пожать 200 килограмм. И решили вы за две недели до соревнований эти 200 попробовать в зале. Варианты два. Либо вас придавят. И тогда через две недели, когда вам повесится 200 на соревнованиях, вы снова выйдете, на него посмотрите. И вспомните, когда он вас придавил, он вас не дожарил. Вот. И если вы его пожали, и вам было тяжело, то у вас будет то же самое. Вы выйдете, что если вам было тяжело, вас снова придавят. А если вам было легко, вы выйдете на расслабоне. Вот. Поэтому не нужно делать проходки. Вы должны подводиться под тот вес, который вы на соревнованиях хотите взять. То есть у вас должна быть выстроена система так, чтобы вы выйдете и будете в этом весе уверены. Но пробовать перед соревнованиями – это просто… Ну, значит, вы боитесь вашей слабости. Или неправильно построен приурочный процесс. Будет ли мы отвечать по поводу фармы? Посмотрим. Будет ли запись вебинара? Да, в конце будет. Будет. Стоит ли делать перерыв между нахождением программы по жиму и с дату какую? Мы не можем на вопрос, вот нужно ли делать после программы по жиму, ответить, потому что мы не знаем, что у вас за программа по жиму. Сколько вы занимаетесь? Как вы устанавливаетесь? Какие у вас планы? Да, запись, еще раз повторюсь, запись будет. По поводу того, что очень важно окружение сообщества. Это действительно очень важный фактор. И, ну, это, наверное, звучит банально, но старайтесь вас окружить людьми, которые вас не будут тянуть вниз. Старайтесь сделать так, чтобы вы тренировались, ну, если это возможность, с более сильными спортсменами. Чтобы... Детские вопросы... Ну, вопросы задают, на самом деле, интересные, и мы даже не ко всем готовились. То есть мы готовились к вопросам, но не ко всем. Вот. И наше окружение, это действительно очень-очень важно. Кто тебя окружает, родные, близкие, то есть поддерживают тебя в спорте или нет. Вот реально, как без поддержки, у каждого чемпиона есть человек или группа людей, которые тебя реально поддерживают, которые тебя мотивируют, которые с тобой от начала до конца. То есть такие люди в твоей жизни должны быть. Обязательно. При разрыве мышц, в конце ответим на этот вопрос. Вот. Если боли не дают прогрессировать, нужно нагрузки снизить. Это однозначно. И если боли такие, что вы не можете спренироваться, тут нужно сначала сказать по врачу и понять, что с вами. Дальше двигаемся. Да, по поводу, учитывая клипс, по поводу того курса, там было много вопросов по стоимости. Убрали ли мы вопрос личной жизни? Нет. У нас мы все люди, у нас у всех есть личная жизнь. Вот. И как бы, ну, я не могу сказать, что это не мешало, наоборот, мне это поддерживает всегда. Так вот, что входит в тот продукт, который мы, как бы, презентуем, который мы сделали. У нас будет курс на протяжении трех месяцев, как это, ну, мы вынесли в названии. У нас первый месяц будет интенсивный и два месяца глубокая проработка тех знаний, которые мы в течение первого месяца даем. Что, как бы, как мы сформировали наш курс? У нас будет 10 онлайн-модулей больших и 10 углубленных модулей. Мы будем давать домашние задания и, естественно, получать обратную связь. То есть мы будем вас видеть. То есть сейчас мы не можем ответить на вопрос, правильно ли я ставлю ноги. Мы можем на этот вопрос ответить, когда, если вы нам пришлете свое видео, мы на него посмотрим, укажем на вас ошибки, вы нам пришлете его снова, тогда это будет работа. Также будет создано закрытое сообщество, группы, где помимо общения с нами вы сможете общаться друг с другом. Это будет такой наша маленькая мини-комьюнити. И вообще по поводу ног. То есть мы стремимся сделать все автономным, чтобы вы стали более автономными. То есть не мы поставили видео с твоей постановкой ног и ответили на вопрос, то есть правильно она или нет. Чтобы ты посмотрел наши обучающие видео и сам ответил на свой же вопрос. То есть цель нашего обучения именно в этом. То есть сделать вас самостоятельными спортсменами, независимыми. Да, дальше у нас будут дополнительные занятия в мини-группах с куратором. У нас будут привлеченные специалисты из разных областей фитнеса, там по растяжке, по кинезиотрепированию. У нас также домашний задание как мы будем давать, мы их будем собирать. Звук пропал. Так, а давайте спросим, звук у нас есть звук или нет. Давайте плюсик поставьте, если у нас слышат. То есть кто слышит, кто... Да, да. А если не слышат, то поставьте... Те, кто не слышит, перезагружайте еще раз. Да, перезагружайте, обновляйте. Вот. Также у нас будут то, что называется match to mind сессии, то есть сессии в вопросе, в формате вопрос-ответ. Вот. Где мы будем конкретно отвечать на ваши вопросы и, ну, по нашей, как бы, мере компетенции. Вот. По поводу стоимости кро, сейчас мы в конце это все озвучим, расскажем. То есть, какие у нас основные будут... На что мы сделаем акцент? Акцент мы сделаем, во-первых, по поводу витаминов и добавок. У нас это будет рассказывать Станислав. Легальных. Да, легальных. Начнем с... То, что разрешено и с чем можно договорить на контроле по их пройти. Вот. Мы рассмотрим самые частые виды травм, как можно... Что с этими травмами делать, как можно их избежать, в первую очередь. И если у вас уже травма есть, как бы, что с этой травмой делать, как дальше работать. Для новичков, то, что мы рассчитывали про новичков, да. То есть, мы будем давать знания, ну, практически с нуля. Также рассмотрим подготовку к соревнованиям. То есть, как правильно подвестись и не притренироваться, опять же, с обратной связью от вас. Экипировку, ее использование, это будет... Юр, тебе привет, с Актовкара передают. Вот. И как раз Юрий будет рассказывать про... Флэш, флэш. Привет, привет. Вот. Рассказывать про экипировку. Как всегда, поздно. Все в начале передали, вам в конце. И также про межсезонье. Рассказываем, как бы, что нужно делать, как бы, как не потерять форму, то есть, многие не могут приобретаться целый год. То есть, и про психологию и мотивацию. Также вопрос, что это дело за три дня до соревнований. Если добираться на самолете и поезде, на Дальнем Востоке выступают. Юр, что это надо делать за три дня до соревнований? То есть, ты прилетел за три дня до старта. Я прилетаю обычно даже за два дня до старта. То есть, соответственно, если тебе нужно подвиняться по весу, то есть, я любит подгонка по весу. Вот. Завершение за сутки, если это альтернатива, за два часа, если IP. То есть, это подгонка по весу, а это то, что если вообще делать, ну, как-то, блин, максимально абстрагироваться от соревнований. Только, то есть, кому-то, тут зависит психология человека. То есть, кто-то думает о соревнованиях начинает гореть, кто-то думает о соревнованиях начинает, наоборот, куражиться и, блин, побыстрее, боже, соревы, и я там всех подул, как вариант. Вот. То есть, как правило, как вот именно реально, то есть, показала практика, лучше людям о соревнованиях не думать. Вот. И поэтому валяться в гостинице, высыпаться, если нормальный вес, питаться, смотреть фильмы, то есть, вот прям спать, есть, спать, есть, смотреть фильмы, Если есть большой перепад в часовых поясах, то, конечно, я рекомендую попить мелатонин для того, чтобы адаптироваться поскорее. И по своему сути опыту, если реально у тебя перелет, например, длинный и смена часовых поясов до 10 часов достигает, никогда не делайте таким образом, как делал я когда-то. То есть терпишь до ночи, чтобы ночью поспать, и в привычный для себя ритм войти. Ни фига не получится, ты будешь терпеть, не спать, ночью уснешь, посреди ночи проснешься, не сможешь спать. То есть хочешь спать, спи, не хочешь спать, не спи. Лучше вот так, например, 4 раза поспать, не поспать в течение дня, чем потом поспишь 3 часа, проснешься и не знаешь, что будешь делать. Вопрос там про то, что человек убитый на приседе, кураж приходит к тяге. В конце к этому вопросу вернемся, это опять же из психологии и мотивации. Также мы рассмотрим, что делать в межсезонье. Также у нас, в нашем проекте будет участие в соревнованиях, то есть мы беремся вас к соревнованиям подготовить. То есть опять же, не только тренировочную программу, куда обратно в связи, а полностью выстроить ваш тренировочный процесс. Вот. И с нами живые тренировки тех, кто может нам попасть. Мы находимся в Москве. Если кто попасть не может, то это будет как онлайн-сессия. Вот. И также Станислав, он будет разрабатывать, помогать индивидуальные схемы питания и учить, как правильно... Самостоятельно. Да, самостоятельно это делать. Вот. Двигаемся дальше. Да. И то есть мы хотим все это построить под соревновательным процессом, под какую-то игру. То есть вот до-после, чтобы это могли сравнить, как бы убедить самого себя, чтобы это была такая игра. Есть ли смысл сгонки веса перед соревнованиями? Сгонка, смотря сколько килограммов. Вот. И сгонка от никакой федерации. Если в IPF ты гоняешь, например, если ты выступаешь... У тебя завершение за сутки ты гоняешь, например, 3 килограмма. Это одно. Когда ты выступаешь в IPF, и тебе нужно за 2 часа до выхода на помост показать, собственно, вес на 3 килограмма меньше. Это вообще другая ситуация. Тут поэтому надо смотреть. Вот. Да. Ну, в конце у нас будет выдаваться сертификат. Да. О том, чтобы наш курс прошли, послушали. Потому что в многих местах эти сертификаты очень ценятся. Но, опять же, главное, что мы хотим дать, это дать знания. Вот. Дальше двигаемся. Стас принято на работу. Вот. Да. У нас вопрос такой, что... Ну, да, это как бы будет платно. Потому что, ну, действительно, мы вложили много сил, времени. Как бы я вам честно скажу, что, например, этот вебинар, он стоит денег. И мы сейчас свои деньги заплатили, чтобы с вами пообщаться. Вот. Поэтому... Да, много времени было и силу. Да. Да. Действительно, как бы, но... Особенно много сил подано тем человеком, которого сейчас вообще не видите. Даже. Я бы так сказал. За что ему спасибо. Или вы должны благодарить, который придумал все это и организовывал для вас. Вот. Да. Потому что, опять же, ну, действительно, да, это будет среди денег. То есть, мы, например, какими-то, очень классные видеообучающие. Аренда оборудования, аренда оператора тоже стоят денег. Мы как бы много... Мы не можем это позволить... И, опять же, это будет неуважительно к тем людям, которые занимаются у нас. Соответственно, наши клиенты, которые платят деньги. Вот. И делать как бы это все в свободном доступе, также к ним будет крайне неуважительно. Вот. Мы все ваши вопросы видим, все это расскажем. Вот. Давайте чуть-чуть ускоримся, чтобы у нас больше времени осталось на ответы на вопросы. По модулям мы разберем базовые движения. Это приседания, жемлево-жестановая тяга. И различные вариации подъема вверх. Растяжку разберем. Разберем особенности питания, составление планов тренировок и психологию-мотивацию. И растяжку, да, раздел так коротко назвали. Будет входить и самотестирование, и дальше потом, что в результате самотестирования можно делать. Также миофасциальный релиз и даже поделимся про тейпирование. Быстренько вопрос пишет, типа, придет ли наш... Да, не новичкам. Не новичкам. Блин, я иногда, общаясь с некоторыми людьми, себя реально чувствую новичком. То есть, к каждому пойдет. То есть, каждый для себя выделит много нового, много полезного. Поэтому, соответственно, чем меньше багаж знаний, тем больше ты для себя нового выделишь. Но это не значит, что если ты не новичок, ты для себя ничего не выделишь. Вот. Ну, тут опять же, да, вопрос, насколько это стоит. Там пишут, что мы там не хотим шагировать людей, чтобы они не убежали. Вот, но... К цене, как мы сейчас перейдем. Да, сейчас вы увидите слайд, это сколько это может стоить. То есть, это сколько бы стоило, если бы мы, например, занимались индивидуально с каждым. Да, то есть, ну, по нашим прикидкам, вот, затраченных нами сил, времени и, опять же, средств технических, мы насчитали 200 тысяч. Вот. Это то, сколько это могло бы стоить. Вот. В долларах, если пишут, к этому тоже вернемся. Вот. Это мы хотим тренировать спортсменов. Да, сейчас говорите, что наши программы платные. Мы все противоречим. Мы действительно хотим сделать их доступными для спортсменов. Вот. Ну, доступные бесплатные – это разные вещи. Как мы уже сказали, что мы не можем... Да, доступные сайты, сочетания. Так вот, у нас сколько это, как бы, стоит? Вот все вопросы. Еще, то есть, 200 тысяч – это то, сколько мы сами затрачиваем на то, чтобы этот продукт подготовить. Да, это себестоимость, как минимум. Что же у нас... Какие у нас варианты? У нас есть вариант месячный, где у нас будет три онлайн-урока до начала модулей. Все эти модули, думаю, что задание, отзыв, ну, опять же, работа с вами. Вот. Контрольные точки с вашими видеоотчетами и с проверкой. То есть, мы сами лично будем это все проверять. Тренинги по витаминным добавкам, по травмам. У нас будут приглашены эксперты. И я вам чисто скажу, что те люди, которых мы собираемся пригласить как экспертов, они в своих областях компетентнее, чем мы. То есть, мы тоже у них учимся. Мы пригласим специалистов абсолютно точно по кинезиотепированию, которые расскажут, как эти травмы потихонечки, что такое кинезиотепирование, что такое у меня фоциальный релиз. То есть, мы как бы сами это знаем, но мы в этом не специалисты, это наш основной профиль. Чтобы не было, то есть, как сломан телефон, то есть, мы лучше напрямую, то есть, специалиста пригласим и прям от него напрямую выводим. Я считаю, что мы там может быть от кого-то вопросов. Напишите еще раз, мы ответим с удовольствием. То есть, мы ни от каких вопросов не уходим. Вот. Дальше. Это наш как бы первый курс. Расскажите оптимальную вы и технику для зачета тоже. Сейчас в конце вернемся. По эксплуатации по фарме мы обсудим, как бы вкратце, ну, возможно, затронем тему. Опять же, если люди вас консультируют, не зная ваших анализов, по какой-либо фармакологии, даже по аптечной, то тогда, ну, это дилетантство. Как ты относишься к кинезиологу? Татсунин выложил видео, что это псевдонаука. И вот, вкратце. Кинезиология, псевдонаука, да, бред на самом деле. Татсунин много чего интересного пишет. И много кто его называет балаболом. Вот. Сам я за ним не наблюдаю, поэтому своего мнения сказать не могу, но с кинезиологией я сталкивался и сталкивался не раз. Реально. То есть я очень такой, как бы, скептик. И меня, если, например, кто-то говорит, что кинезиология – это чисто плацебо, то на мне, вот, реально, как бы, плацебо точно не сработает. Но кинезиология – это, наверное, как бы тема, на самом деле. Даже если логически рассуждать, блин, так и есть. Это очень вещь такая, как бы, работающая. Вот. Дальше у нас будет интенсив плюс. Плюс. Вот. Значит, будут ли скидки, но сейчас мы к этому вернемся. Вот. У нас будет интенсив плюс. Здесь у нас, значит, ну, добавляется сертификат. У нас, опять же, подводка небольшая к соревнованиям. Вот. Также будет личная сессия в вопросе «Вопрос-ответ» и сессия с приглашенными экспертами, которых мы позовем на раскрытие тех тем, которых мы считаем себя и достаточно компетентными. То есть мы не говорим, что мы знаем все. Мы говорим, что мы не можем узнать все. Да, мы не можем узнать все. Мы действительно позовем тех людей, которые более компетентны в различных областях фитнеса и тренировок. Дальше у нас. Когда старт проекта, в конце всем скажу, но, как бы, мы планируем сейчас это после Нового года, потому что сейчас нам нужно закончить самим соревновательный сезон. Вот. Как бы у нас еще осталось по одному старту, после чего мы просто сейчас не можем полностью в проект ложиться. Нам очень интересно получить обратную связь от вас, насколько интересно и востребовано. И мы уже сможем полностью себя ему посвятить. Вот. Потому что старт проекта мы после Нового года. Вот. Профи у нас будет уже идти три месяца. Четыре будут встречи с нами, с приглашенными экспертами. Добавятся углубленные онлайн-модули. Вот. То есть мы расскажем про психологию. И также, да, включена будет живая тренировка с нами и доступ в закрытое сообщество за, ну, на три месяца. Вот. Все вопросы про тренировки, оставьте их, пожалуйста, под конец. То есть мы, у нас в конце останется время, мы на них расскажем. Потому что сейчас мы их просто потеряем. У нас много бежит вопросов, сами видите. Вот. И мы будем выдавать сертификат уже о полном прохождении всего курса. И еще у нас есть эксклюзивный пакет VIP. Вас возможно может смутить его стоимость. Вот. Мы сразу скажем о том, что мы туда берем не всех, и что это действительно очень лимитировано. Потому что тот объем работы, который мы предлагаем в этом пакете нашей страны, мы не можем посвятить как бы, ну, всем. То есть я думаю, действительно, нам будет 5-7 человек максимум, с которых мы сможем везти. Будет тренировка с каждым из нас, будет консультация по скайпу включены, будут программы подготовки всех соревнований, будет участие в соревновательных мероприятиях. То есть мы сами будем вас на соревнования выводить. Вот. Мы таких людей много не возьмем. Вот, честно вам скажу. Потому что качество. Да, чтобы не поставить качество. То есть, если у вас есть желание, вот прям полностью с нами проработать, чтобы мы выложились на 300%. От начала до конца. Да. Вплоть до выведения соревнований. Да. То есть мы как бы готовы под наш контролем. Да. Под нашим контролем. Вот там, лично Юра будет вам подавать штангу. Вот таких влизистов может быть много. Вот. Заработала трансляция. Я рад, что там у всех заработала страница. Сейчас все обсудим по поводу натурального тренинга. Все расскажем. Да. Сейчас очень скоро мы перейдем чисто к вопросу. Да, чисто к вопросу. Чуть-чуть прям потерпите. Попойно чуть-чуть. Да. У нас сайт Strong by Strong – это название того, что мы сейчас делаем. Вот. Мы хотим это сделать как комьюнити. То есть не просто как там какие-то онлайн-курсы или еще что-то. Это будет прям комьюнити. То есть это будет какая-то своя тусовка единомышленников, которые хотят не просто поднимать, но делать это грамотно с умом, понимая, что они делают. И понимают, что чего они прогрессируют. Вот. Я очень надеюсь и уверен в том, что это очень будет круто. Вот. Опять же, вопросы по тренировкам давайте чуть-чуть позже. Вот. Двигаемся. Да. То есть страница оплаты, сайт Strong by Strong. Мы сделаем атрибутику даже. То есть при оплате курсов будете получать там фирменные футболки, кепки. Это все будет очень круто, классно. Да. Мы… Вот. Возможности перехода. То есть если вы решили начать с чего-то малого и вам действительно понравился наш продукт, вы можете перейти с дальнейшего. То есть с интенсивов перейти в профи, а также с интенсивов старт плюс можете перейти в VIP. Если вы начали с просто старта, VIP перейти не можете. Да. Там в чате появилась ссылка на наш сайт, который мы сделали. И по поводу всех пакетов, то есть они будут на сайте. То есть все это можно еще раз перечитать, пересмотреть. То есть не переживайте, никакой слайд возвращать нам не обязательно. То есть вы все разберете, все посмотрите, не переживайте. Да. Дальше двигаемся, наверное. То есть переходы у нас есть. Так, как работает система? Как работает система? Там еще следующая сторона. Нормальная система работает. Ну, все есть. Изображение. Вот. Ну да, то есть там все официально безопасно. Да, сейчас мы готовы. Там все, кто спрашивал про скидки, мы готовы дать скидку. Как бы тем, кого мы сейчас действительно заинтересовали, в течение 24 часов скидка 25% будет. Вот. Но опять же, там те, кто говорят, что там мы хотим заработать и там, что мы там занимаемся коммерцией, но знаете, тренировка в фитнес-клубе стоит там около 2000 разовая. И да, зачастую... Это даже не средняя цена. Да. Это даже не средняя. Кислотно будет 4000 стоить. Ну, это в 4000 в Москве, я думаю, что в провинции это поменьше. Вот. Но как бы за цену там блока тренировок мы гарантируем, что мы над ним больше. И уверены ли там вы в том, что занимаясь с тренером там в фитнес-клубе, вы сможете... Ну, даже там 500 рублей в Ростове. Ну, в Ростове просто я был в клубе Олимп. Вот. Там стоила чуть-чуть дороже средняя персоналка. Вот. И опять же, ну, это усредненная цена 900 рублей в месяц в разную неделю. Ну, сами посчитайте. То есть мы оставим вам знания. Ну, большинство тренеров, им как бы самим нужно учиться. Как и нам. Мы это тоже не отрицаем. У нас есть те люди, которые гарантируют компетентность в своих властях. То есть мы в своих, а не в своих. И как синергия мы сделаем очень крутое... Я хочу тоже сказать, то есть как бы за что вы платите. Не за три месяца там какого-то там досуга, который, то есть три месяца прошло и все. То есть я деньги потратил и все забылось. За эти три месяца вы получаете знания, которые вам пригождаются на всю жизнь. Как спортсмену, как тренеру, неважно. То есть вы получили багаж знаний, не просто получили багаж знаний, мы также учим эти знания применять. Применять на себе, применять на других. То есть эти знания будут работать. То есть кто работает тренером, они, блин, окупятся в течение кого-то времени. Юр, вопрос. Мы вначале сказали, что мы онлайн не тренируем, а теперь о чем тут что-то подаем. Давай вкратце расскажем, что разница. То есть разница в чем? То есть когда мы тренируем онлайн, то есть я к каждому, например, пишу план, то есть я это, опять же, не делаю онлайн, то есть пишем план, то есть человек делает что-то, то есть он мне присылает свое видео, я делаю коррективы, он пытается их исправить, это ни хрена не получается, он опять мне присылает видео, я ему опять говорю, что нужно сделать, он опять ничего не понимает, и в итоге вот мы никуда не двигаемся. То есть или я ему, то есть чтобы мне ему реально объяснить, то есть не на пальцах и не в двух словах. И нужно будет потратить именно онлайн, либо если текст набирать, так это вообще полножок. То есть я потрачу уйму времени, чтобы реально донести до него информацию. То есть только чтобы научить технике, я не знаю, сколько нужно времени реально. То есть проще всех сделать обучающие видео, то есть массово, где полностью все разобрать от А до Я, то есть все нюансы, все фишки и тому подобное. То есть под каждую антропометру, и каждый для себя уже будет знать, то есть для себя, для своих учеников и тому подобное. То есть в этом плане упрощается. То есть упрощается и для вас то, что для вас более качественно, и для меня, потому что сделать качественно для вас и сделать каждому это нереально. Сколько, например, мне пишут сообщение, я личку реально закрыл. То есть там валом, то есть, например, 100 человек, например, нужно было бы тренировать персонально. И каждый, например, в день приходит, например, 100 сообщений, и там, не то, что там 100 видео, например, а у него там тренировка писида и жима. Вот мне вот так скинул жим, нужно править, писать, нужно править. И каждому нужно этот нюанс донести. 24 часа в сутки этого не хватит, то есть я просто сдохну. Мне нужно не спать, не есть, ничего не делать, только отвечать на вопросы, учить как, и, опять же, человека особо тоже понимать не будет. Поэтому мне лучше просто донести логику до человека, чем просто ему тыкнуть, как это сделать. Вот. И, опять же, да, в чем больше, чем онлайн-тренировки? Онлайн-тренировки, это то, что там, да, я и Юра, мы там можем расписать программу, поставить, как вы делаете. Мы даем больше. То есть, например, Станислав, он отдельно будет заниматься питанием, у него свои темы. У меня свои темы, у Юрия свои темы. Да, то есть мы разделяем, да. Да, приглашенные эксперты, у них есть свои темы. То есть это не онлайн-тренировки. И как мы вначале сказали, что онлайн-тренировки, мы так онлайн не тренируем. От онлайн-тренировки, да, мы до сих пор считаем, что да. От своих принципов мы нет. Да, то есть на том, что мы там ушли от своих принципов и там за что-то куда-то продались. Ну, это не так просто, мне очень приятно почитать. Так вот, страница наша, это будет Strong by Strong, еще раз, ссылка у нас есть. Вот, и давайте дальше. Да, следующие. Да, для первых пяти оплативших у нас будут фирменные аксессуары. Вот, очень классные. Сейчас мы их изготавливаем, они будут хорошего качества. Вот, и мы сами будем в таких выступать. Кроме меня, потому что у меня спонсоры. Да. Вот. Кто будет из приглашенных экспертов? Из экспертов у нас будут специалисты. Ну, мы сейчас, как бы, не будем все имена раскрывать, с некоторыми мы еще идем в договоренности. У нас будут эксперты из разных областей фитнеса, которые будут рассказывать свою часть теории. Опять же, это же не первый вебинар. И мы будем так же, то есть спрашивать у вас, кто вам будет интересен. То есть предлагать варианты и, то есть отталкиваясь от ваших же мнений. Да, то есть интересно, интересно, да, будем, как бы, да, может, будем дальше делать там еще вебинары. То есть, ну, тоже, это только первый вебинар. Мы, опять же, тестируем платформу, тестируем самих себя. Вот. И, кстати, будем очень благодарны в конце за обратную связь, что понравилось, что-то нет, на что сделать внимание, какие-то акценты. Вот. И давайте, как бы, резюмируем то, что мне сейчас сказали. Там сейчас должен поменяться слайд. Вот. Что там еще? Да. Да, пока на вопросы, что за аксессуары, это будут футболки. Я очень, да, футболки. Мэнс-физиков не будет? Нет, мэнс-физиков не будет. Я ничего против мэнс-физика не имею, как бы, да, ну, наверное, любой вид спорта имеет право на существование, но мэнс-физиков нет, не будет. Еще раз повторю, то, что в экипировке в декабре я выступать не буду. Считаем ли мы роль остеопата важной или шарлатанской? Это, опять же, к остеопатам, да. Кинезиологам, да. Что вы имеете в виду? Ну, остеопат кинезиологам не относятся. Автограф будет у тебя на футболках, которые мы отправим первые пяти лет? Да, мы сделаем автограф. Да, не проблема. Можем прям принт сделать автограф, чтобы стирать. Стас, давай вкратце расскажи, очень прям коротко, остеопат. Если считать остеопатию как одну из частей того, что знает кинезиолог, то, в принципе, это не шарлатанство. А как если отдельно, когда там костоправа и так далее, то, наверное, это ближе к... Кинезиологии, да, напрямую, и что она изучает, если очень кратко? Это связь мышц внутренних, орденов, и даже эмоции, то, о чем я говорил. И действительно бывает ситуация, когда из-за нарушения мышечной цепи вы выходите на соревнования, увидели яркий свет и так далее, и у вас нарушена центральная нервная система, и какая-то часть работы именно из-за этого. И вы... приходят все мышцы в гипотонус. И вы вроде бы там спокойно на обстановке приседали, вставали, а тут раз, сели, а мышцы не включаются. И кинезиология тоже с этим работает, и я могу сказать, очень даже удачно. Вот. А вопрос по классической установке тяги там... Скажите, чем мне делать, я вас куплю программу. Еще раз повторю, мы не зная человека, мы ему ничего не будем сказать. Да, не видя. Мы расскажем на видео, как делать правильно. Или вы думаете, что мы... Увидя цену пакета, который мы сейчас можем приобрести, что-то где-то прям взяли. А нет, для вас мы сделаем, конечно, исключение. Да, то есть мы расскажем, что делать правильно, основные нюансы, там, в зависимости от антонометрии, показателей, получим обратную связь, и ваш вопрос, он попадет сам себе. Передайте пацаны привет из Шиму, ну и из Шиму передаем привет. Вот. А Юр, к тебе вопросы по поводу того, будешь ли вы выступать в конце года. Да, планирую выступить по тяге, безэкипировочной, чисто безэкипировочной тягой. Опять же, если доживу. Да, еще раз страница нашего проекта Strong by Strong. Вот. Заходите в новую, надеемся, что там будет хороший интерфейс. Вот. Да, другие, у нас будут еще другие вебинары. Мы постараемся очень сделать вебинары более-менее регулярными, хотя бы раз в две недели. Мы будем делать анонс вебинаров и с этих анонсов собирать вопросы, на которые мы там не ответили, например, сегодня. Вот. Дальше у нас что? У нас, наверное, дальше ответы на вопросы. Да. Ири, Заня, привет. Да. Вопрос про грудную мышцу вижу уже третий раз. Если идет разрыв, человек находится на курсе, стоит ли продолжать курс и так далее. Ну, во-первых, надо понять, насколько сильный разрыв. Разрыв чего? Грудной мышцы. Разрыв как-то. На мышце. Ну, как правило, мышцы не рвутся. Мышцы внутри фасции, проваться не будут. Рвется фасция. Рвется фасция, либо сухожилие рвется, либо сухожилие отделяется в кости. И, естественно, вместе с... Ну, хорошо, но потом уже возвращаться к нагрузкам только после того, как вернется полное движение. Так. Дальше. Да. Давайте время ответить. Малый грудной? Это как так нужно было умудриться, чтобы мало грудную надорвать? Да. На друге малый. Уверен ли вы в том, что у вас... На друге малый, кстати, да, Олег, знаю, Олегу при этом передаю. Вот. И Волгограду. Дальше. К поводу подопечных Константина Константинова, потому что у него все тянули ударом, как и он. Юр, ну, твое мнение, да? Я не видел их. Что я могу сказать? Да. Ну, опять же, мы не видели, но... Подопечных. Я могу сказать не к Константину. Про Клазаром сейчас ответим. Не к ответу про Константину, а в принципе, что если тренер дает всем одинаковое то, что он делает сам, его компетентность как тренера нулевая. Я не говорю сейчас конкретно про Константина. Я не знаю его подопечных, не видел ли тренеров. Я не видел. Да. Мы тут ничего не можем сказать. Как говорить. Вот. Но если тренер, и если у вас тренер ваш, или в фитнес-клубе, где вы занимаетесь, он там тренируется и тренирует всех так же одинаково, и у всех у него подо всех индивидуальная программа, он универсальный, с универсальными подсобками, там, универсальными движениями, это тренер, он дилетант. Это 100%. Вот. Вопрос про замок. Юр, все спрашивают по поводу... Да, замок, скамеру пододвинем, все видно. Хватит выстяжение мышц связок с пеной. Что касается замка, что вас именно интересует, быстренько вопрос, пишите, я вам максимально быстро на него отвечу. Как терпеть? Как терпеть хват в замок? Честно говоря, я до сих пор терплю, хотя уже почти год прошел. Главное, главное, вообще не думать о хвате, то есть реально, и речь не идет не только вообще о замке, то есть не о хвате в замок, и о разнохвате тоже. То есть как только ты подумал о хвате, вся нейромышечная связь у тебя сосредоточена не на движении, то есть не на, например, в тяге, то есть не спина, ноги должны вкладываться, а ты еще думаешь о хвате, о том, как удержать штангу, и, то есть, получается, ты делаешь не то, что нужно. То есть ты компенсируешься на хвате. То есть это скажется отрицательно на результате. Что касается замка, то есть, например, как лучше брать, чем больше, получается, пальцев охватывает замок, то есть я беру по три пальца, тем замок будет более жестким. Вот, и опять же, чем берем меньше, например, как некоторые, да, то есть берут, то есть замок должен плотно прижимать штангу, и если начинается припускаться, то есть штанга по пальцам, то есть только как бы люфт образуется, то начинает драться здесь палец. Поэтому минимум должно быть подвижности штанги внутри ладони. Вот, вопрос у нас был по поводу «Распишите фарму, что принимать для КМС и МС». Если кто-то вам распишет фарму, вот вы скажете, что «Распишите мне фарму для КМС, вам ее распишут в курс», это МС-дилетант. Да, не надо этого человека слушать. Если, не зная ваших анализов, не видя вас, вам что-то расскажут, или вы скачаете в интернете, как правильно курсить, принимать витамины или еще что-либо, и это будет дилетантство. Ну и еще хочу добавить, раз мы затронули такую столь чекотливую тему, курс он корректируется согласно анализам в течение самого курса. Поэтому невозможно рассчитать от начала до конца, можно примерно представить, но дальше идет периодическая контроль с помощью анализов на гормоны и идет корректировка. У организма вообще разная реакция по каждому. Да, и было два интересных вопроса по поводу сколиоза, который развился из-за разнохвата и профилактики растяжения, так называют, травмы спины. По поводу сколиоза, который развился из-за разнохвата. Тут, может быть, причина и не в разнохвате, там было написано то, что один разгибатель спины больше другого. Тут надо смотреть, диагностировать, в чем причина нарушения какой цепи. Это, может быть, проблема, начиная от самых стоп, колен и таза, которая в итоге идет в такую компенсацию. Для этого мы на нашем курсе дадим ряд тестов, которые вы сможете самостоятельно провести и дадим интерпретацию этих тестов, что это значит, где, скорее всего, какое нарушение, и самое главное, как с этими нарушениями, что делать, чтобы их исправить. По поводу спины то же самое. Если вы тянете и чувствуете, там, в приседаниях, в тяге и так далее, что у вас почему-то больше болит спина, а не те мышцы-органисты, которые должны работать. Возможно и невозможно точно есть нарушение цепи. Ваша спина находится в нерабочем состоянии по причине компенсации какими-то другими мышцами или находится в спазмирном состоянии, в том случае она тонична. И, возможно, не работают ягодицы, поверхность заднего бедра, еще что-то, опять же, для этого необходимо протестироваться. Да, действительно, массаж, какие-то еще процедуры, они помогают, но они уже борются со следствием. А ваша задача найти первопричину, почему так происходит, почему одна мышца выросла больше другой, почему вдруг заболела спина. И все это происходит по одной простой причине из-за дисбаланса. И мы будем учиться тому, как диагностировать этот дисбаланс, и что с этим делать. Потом у нас вопрос был по поводу того, что у человека появляется кураж только к тяге. Ну, то есть присед и жим как бы он вял, и в тяге появляется кураж. Ну, значит, он тягун. Надеется, он тягун. Можно выступать только в тяге, нет, на самом деле нужно грамотно подводиться к соревнованиям. Ну, я, например, лично как бы стараюсь перед соревнованиями расслабиться, отдохнуть, самое главное – выспаться. И я, например, пью при тренирах именно перед соревнованиями, я включаю музыку, которая меня заводит именно перед опыта снимаями. Я когда тренируюсь, я включаю какую-то фоновую музыку легкую. Потому что, если постоянно слушать «Рамштайн», вы потом с его помощью не настрояйтесь к соревнованиям или к тяжелым подходам. Вот если ты тоже, например, по поводу музыки. Если ты, например, слышишь свою любимую музыку в день соревнований в течение всего дня, а потом выходишь, например, начинаешь развиваться, включаешь ту же музыку, она уже не работает. то есть даже той же музыки своей любимой можно отдыхать и можно использовать пружины и наш такой пружины а пружины я понял то есть сейчас с реверсивным то есть когда-нибудь сжимать как сейчас сделать проходку если не выступаешь если у тебя за месяцем расставить силовой ли себе вопрос по поводу защемления грушевидной она должна строиться реабилитация тоже вкратце вкратце тут так не скажешь что надо сначала провести диагностику какой причине произошло ее защемление примитивные меры это ее официальный релиз для того чтобы снять спазм для того чтобы он не повторился нужно понять где перекос что не работает ягодичная там большая средне ягодичная приводящие мышцы по какой причине устранить этот перекос путем того что мы мышцы которые у нас находится не рабочим встанем должны простимулировать оставить работать а те мышцы которые на время взяли на себя нагрузку и потихонечку обрастают триггерами с ними тоже проработать и снять с них этот спазм потому что одна сама грушевидная не может заболеть это всегда нарушение всей цепи и сила цепи определяется по ее самой слабой мышцы по поводу семинаров кто спрашивал будет ли семинар в питере в феврале планируется семинар где еще будет семинар в зеленограде вот московская область в декабре а как подобрать интенсивность объем текущего тренировка прогрессировать мы об этом расскажем опять же не знаю ваш текущий уровень не можно ничего советовать а мы там также там были вопросы по поводу учебу или мучит то есть мы все видео которые мы будем выкладывать мы физически не можем доехать там воронежку снадар мы физически все города мы для этого и делаем этот проект потому что минимум во все города попасть у нас свой график соревнований тренировок работы мы не можем вот все хотя мы это сделали так вот по поводу того что у вас какие-то у всех особенности у нас мы будем когда снимать видео мы будем рассказывать про технику правильную оптимальную если если у вас там ноги короткие нужно делать так если у вас там ноги длинные будем делать так если там для народ то есть это все будет учитываться вплоть до сантиметров до форму дальше как как относимся к главу к программам шейко и нужно колоть мельгамму мельгамма это медицинский препарат нужно если вы ее колете понимать зачем то есть почему он сказал что хуже не будет да это как бы ну не аргумент это не касаемо мельгамма касаемо всех то есть всех препаратов вы должны понимать как бы что для чего вы делаете там спрашивали про протеин гейнер опять же все строится и мы будем делать про питание очень большой блок что-то еще важны это и туда может иметь место понимать а что в общем-то в день вы кушаете чего вам не хватает и почему может быть вам не нужно ни то ни другое может взять из обычной пищи или там очень спортсмен большого веса у вас очень большой колораж физически не можете столько съесть или там много находится пути и надо этот перерыв да что то скушать поэтому вопрос такой неоднозначный мы научим вас самостоятельно просчитывать необходимое соотношение к бжу и строить в принципе вопросы из вкладки вопросов просто мы не видим есть сейчас нам ведущий вебинар ее откроет вопроса мы оттуда обязательно возьмем по поводу вопрос почему шел фитнес-хаус и уехал с питера раз питер уехал по личным причинам фитнес-хаус там очень такой как бы гниловатое руководство скажем так оказалось то есть сначала руководство хорошее потом сменилось на хрен знает что вообще условно тяга техника тяги к сумму идеально результат мало что делать может ну а так видим вкладку вопроса вот поводу тяги то что идеальная техника техники идеально нет ни у кого в том числе например у меня и у юрия техника совершенствоваться на протяжении всей жизни запомните идеальной техники реально нет да что делается после призыва очень устают руки бьет по результату уже мележи опять же надо посмотреть на постановку штанги положение штанги на спине если вы кладете штангу очень низко вы нагрузку очень сильно давите на руки в том числе на локтевые суставы это может привести к воспалению локтевого сустава во-первых это может быть к травме во-вторых действительно да встают руки делать после такого призыва такой техники жим но вы ничего не пожмете сводит поясницу на жиме после что делать вот во первых уделить время растяжке лично я использую специальные массажные ролики мы опять же этому тоже будем посвящать время вот мне лично помогает тейпирование то есть я в такие моменты но у меня в самом стриме просто очень много движений где поясница используется я всегда поясницу тейпирую что еще скажешь по поводу ну что пишет там по росту метр восемьдесят вес там восемьдесят сантиметров а восемьдесят килограмм а восемьдесят метров ноги и восемьдесят метров это неплохо даже если это ноги кто-то откуда отвертила отвертила пояс карабина пояс карабином какой фирмы у меня пояс инзер карабин инзер так что еще вопросы растяжка для сумма не можем об этом рассказать вкратце нужно показывать то есть просто набором упражнений как встать это не получится это нужно показывать мы это будем делать у нас будет отдельный про это блок становая тяга положение в зависимости на параметрии вариант возможно ошибки тоже разбирать на видео мы не можем формате вебинара на это ответить вот при всем нашему желанию что делать если чтобы не сводил после тренировки трицепс и грудь станислав делать чтобы не сводила трицепс и грудь и грудь после тренировки возможно не при тренироваться может быть вы тренируете слишком много повторений или слишком маленький отдых происходит слишком сильное закисление возможно эти мышцы у вас атоничные выключены и поэтому у них есть неприятные ощущения там вариантов много да тут надо смотреть комплекс как часто вы тренируете трицепс и грудь тренировочного подхода до питания да в вашем числе да например если вы сильно потеете опять же сдав анализы имеет смысл попробовать препараты калия и магния вот лично мне это помогло но это дело уже после того как я сдал анализы будем ли мы у себя в зале проводить соревнования по жиму и тяге мы будем проводить соревнования не у себя в зале мы будем проводить соревнования на открытом воздухе это будет ближе к концу весны на скрещу майские праздники почему мы перестали сейчас делать соревнования очень много в московском регионе и смысл да и смысл просто нет очередные да да делать очередной турнир мы не хотим как бы мог то было наших соревнований наверно знаешь что мы стараемся сделать классно с минимальными стартовыми взносами опять же просто коммерция с минимальными стартовыми взносами даже если не отбиваем на самом деле там аренду машин чтобы ворудование привезти вот но просто мы сейчас не видим смысла делать сейчас огромное количество турниров можно выступать практически каждые выходные а как правильно мотать бинты есть видео на ютубе где юра об этом подробно рассказывают вот и у нас будет отдельный блок про экипировку опять же да как правильно мотать бинты сейчас ну никак мы это просто не покажем это же формат вебинара что делать если после двухмесячного цикла перед проходкой заболеть в особом заболевании во-первых не делать проходку вот зачем нужно вылечиться если вы болеете не нужно пытаться обычным самая частая ошибка новичков когда у них написан план четко не бояться отойти ничего страшного не будет заболел во время проходки это тебе говорят свыше и еще если вас прошел двухмесячный цикл подготовки и вы простудились и к этому не было никаких предпосылок возможно вы просто перегрузками посадились в эндокринную систему и упал поэтому иммунитет первым делом можно сдать гормоны и посмотреть не упал ли у вас тестировали в очередь форма всегда слабая да и форма слабого иммунитета вы должны быть к этому готовы что если вы подводитесь к соревнованиям а нужно как будто тщательно за 70 риск заболеваешься при какой температуре находишься то есть нужно вот эти все нюансы тоже смотреть ну и сразу само собой комплекс на витаминный комплекс никто не отменял глютамин также хорошо повышает иммунитет пыльца кстати тоже какова основа правильного питания добавлять силе и оставаться таким же сухим как мы стас давай вкратце буквально минута к самому сухому именно самой самой основы у нас опять же будет целый блок про это вот саму самой основы и можно сразу скажу то что полдитер не должен думать об этом как вот не быть сухим должен думать о результатах должен думать о результаты с одной стороны но при этом даже если ты в абсолютке набирать нам слишком много жировой массы тоже не хорошо так как это влияет напрямую на эндокринную систему так в двух словах очень сложно рассказать потому что необходимо рассчитывать на себя индивидуально по формулам сколько нужно есть белков жиров и углеводов но формулы они усредненные и в любом случае необходимо контролировать и корректировать корректировать можно каким образом вы разработали кушайте смотрите что происходит с помощью калиперометрии смотрите вашу мышечную массу жировую массу если вы через месяц видите что у вас например вес не изменился да но при этом жировая масса стала больше а мышечными меньше значит вам не хватает белков а возможно слишком мало едите жиров там и упал тестостерон или совсем мало кушать углеводов и но нужна коррекция но в первую очередь словом виде спорта да должно быть и достаточно белков чтобы было чем строить мышцы достаточно жиров и правильных жиров правильно соотношение растительных и животных жиров плюс там добавки с полезными жирами чтобы хорошо работала ваша эндокринная система и достаточно углеводов чтобы обеспечить ваши тренировки при избытке конечно и качестве и качество углеводов тоже в первую очередь играет если в одно дело углеводов взялись гречки сахара правильно вот тут вопрос правильно отдыхать когда работа семья тренировки двойные между тренировками нормально или будут результаты в одни между тренировками нормально вот работая семья это у всех это и у нас тоже вот и поэтому мы просто очень часто люди как бы как отмазку используют смысл что вот блин меня семья работа вот они там небожители у которых у нас такие же у всех проблемы как у вас вот дальше вопрос давайте посмотрим все просто программы шейко вот твои лично сразу скажу то что я не изучал то есть опять же по наслышке других знаешь что они очень объемные то есть нужно много бахать и много времени занимают на тренировке вот я не могу ничего сказать о тренировке ну это реально как бы тут мы не будем каким-то обстрелом заниматься то есть как бы засрать кого-то дабы возвысить нас вот я не тренировался по шейко не тренировал никого по шейко планам плане теории я их не изучал поэтому что ты как-то высказывать потому что там боюсь кого-то видеть и просто ну как я не могу сказать о чем-то чего чего-то в тяге курации бинты в тяге особо они на самом деле не помогут потому что опять же как раз говорил про про боли с этим коленном суставе то есть так как крутящий момент смещается в сторону дозабедренного сустава то есть поэтому в тяге хорошо работает комбез потому что он компенсирует именно вот они в коленном то есть бинты в тяге они особо давать не будут будут но не так эффективно я не могу также ломать движение запросто то есть прихватит и можешь цеплять колени можешь цеплять колени штангой опять же то есть что тебе будет опять же замедлять скорость прохождения снаряда и ломать движение вплоть до обратного движения вопрос оптимальные углы технику в триборе для зачета соревнованиях в соревнованиях не оцениваются оптимальные углы там или оптимальная техника оцениваются взяли вы не взяли правил на выполнение да и правил опять же правилам ну можно прочитать они все открытом доступе вот оптимальности если вы сделаете не оптимально но правильно как бы с точки зрения правилам засчитают если там вы потянете кое-как горбом и в конце выпрямить вам засчитают вопрос в том что если сделали вы бы делали правильно технически вы смогли поднять больше на этот вопрос можно ли во время тренировочного бежсезонья считать не от максимума большего веса вопрос что считать как считать и вас будут процентовки но все-таки нужно всегда адекватно понимать какого собственный вес растягиваться каждый день между тренировками растягиваемся после тренировки в отдельный день ну как было тут уже по-разному постройку растягиваться нужно головинский и говорит что на турах можно достичь уровня мосынка все правильно да можно вообще спорить него можно абсолютно вот тренировки на пк т они должны быть гораздо менее интенсивными чем как бы на подготовке и не нужно стараться на пк т сохранить максимальный телевизор который вы добились то есть у вас все равно не получится в принципе должны делать отказные подходы да потому что если делать отказные подходы просто все закончить тем что вы перетренируетесь и то что у вас уровень тестостерона он и так будет предельно низкий еще при этом перетренировываясь вы себя просто загоните в такое состояние скоро будет очень тяжело выйти поэтому не нужно пытаться на пк т ставить какие-то рекорды наше мнение протягу в касание или каждый раз делать обтяжку каждый раз как первого щелчки в одном колене без боли можно ли тренироваться тренироваться можно нужно понять причину того от чего они у вас возникают потому что тоже это как с автомобилем сначала что-то появляются какие-то посторонние звуки а потом что-то отводится да если у вас что-то трещит вы едете ну едете как попасть в продивизион но выполнить нормативы продивизиона показать высокий результат на соревнованиях вас заметят и пригласят как по высокий результат на соревнованиях опять же мы вам это расскажем постараемся научить постараемся рассказать будем учить а то как вы научитесь это уже будет зависит напрямую от вас сколько не в неделе тренироваться опять же индивидуально все я тренируюсь чаще чем и юрий вот я не могу там для вас редко юрий тренируется по-другому хотя мы там у нас общее мнение по многим вопрос у нас просто вопрос начинают повторяться давайте еще что-нибудь посмотрим питание по тренировке питание перед тренировкой что есть за сколько времени до тренировки вот и наш сайт еще со школы все про питание за сколько нужно питаться то есть напрямую это в идеале рассчитывается от скорости усвоения пищи но в среднем за два часа если там форовый не объелся у всех по-разному кто-то есть за два часа мне хватает там часто чтобы переварить питание должно быть комплексом должны быть белки жиры и углеводы для того чтобы вас было и чем строить мышцы и была энергия за счет углеводов на которых вы будете работать наиболее жиры для того чтобы реально или прогрессивно то что называете натуражку реально что оптимальный по кт или мост индивидуально но в большинстве случаев если выйти зарабатывать на жизнь то как бы не нужно сидеть на вечном курсе да тут мы снова напоминаем да про то что у нас есть сайт вот что у нас есть сайт на как бы на котором на котором гости по еще раз повторить что входит что входит в тот проект что мы сделали что у нас будут другие вебинары про нашатыр часто мы им пользуемся вот этим еще на несколько вопросов ответим и наверное будем потихоньку заканчивать там быстренько на вопрос который уже был у меня в инстаграме как перейти из классики в сумму для экипировочного выступления но бред же полный тянешь классики и не классики и в экипе не нужно ничего там под экипу строить таких именно кардинальных изменений быть не должно нюансные изменения да но не полностью поменьше изменения в технике да дальше есть люди кто и в классике снимают по 60 килограмм знаю с камбеза а будем ли мы укладываться их подопечных да конечно будем и то есть они сами будут укладываться результаты по итогам нашей программы да у нас на фейсбуке кстати есть группа в которую я всех приглашаю вот который там мы из которых а вопрос из которых будем рассматривать на следующих вебинарах на шатырь используем я его лично использую перед тяжелыми подходами для того чтобы настроиться перед крайне тяжелыми подходами и на соревнованиях если его постоянно нюхать так совсем с музыкой с предтрениками не нужно постоянно если вы не можете без нашатыря самой там злой музыки тренировочного комплекса пяти черпаков прийти на тренировку нужно сделать перерыв отдохнуть дальше мы честно физически не успеем на все вопросы ответить поэтому у нас еще будет вебинары как найти спонсоров вкратце тоже шесть минут шесть минут как найти спонсоров вкратце и врачи анализы сейчас расскажу как правило спонсоры находят тебя но есть люди которые реально ищут спонсоров то есть как правило если ты ищешь спонсоров то это спонсоры они как бы разовые вот то есть например ситуация например ну сашу вася например приведу пример как ты вкара многие кто его знает те кто занимает спонсорами точно вот он то есть например чтобы найти деньги на поездку на чемпионат мира да по юниорам то есть он ходил сам то есть суетил там бизнесмен и тому подобное искал то есть как правило особенности выступаешь в айпи спонсор тебя не найдет спонсор находите тогда когда ты медийна вот и показать интересно даже самим интересно спонсоры спонсора подумайте поставить на его место что вы можете ему дать то есть он должен не просто то что ты крутой спортсмен я поддержу потому что да как вы еще сухожилия мы не ответим почему мы не ответим потому что нужно знать как бы больше что именно сухожилием скорее всего обратиться к специалисту и я бы посоветовал хоть кто-то против найти хорошего кинезиолога да мы кстати расскажем про тейпирование в том числе и все части тела в том числе сухожилий будет дальше по поводу методика дмитрия гладинского спрашивают мы не критикуем не рассказываем о том что все плохие мы хорошие его методики работают он на каждой методике есть и грехи да поэтому как правило это что-то не учтешь просто как правило многие методики нацелены на ну как бы методика она то есть она на всех идет и на ком-то она не работает то есть я работаю не так как на другом потому что люди как бы все разные поэтому нужно все время может быть как бы контакт с человеком вопрос про врачей и про анализы стас вкратце пустое анализы самый главный анализ естественно общий тестостерон если он у вас там на нижней границе нормы надо посмотреть свободный тестостерон нет ли андрогенной недостаточности хотя бы сразу скажу что это так надо очень относительно так как на трон очень много факторов влияет выспались не выспались на сколько всего до этого тренировались надо смотреть динамики кроме тестостерона надо смотреть естественно и экстрагены прогестерон пролактин гспг это гормон связывающий половые гормоны но если да есть сниженный тестостерон это нормальная ситуация если у вас натуральный тренинг прогрессирует скорее всего снижен тестостерон то вы себя чем-то перегружаете или перегружаете это надо смотреть что донизм или анализы печени у нас осталось буквально две минуты очень хотим вот я вижу что у нас было там 300 человек сейчас 250 ребята пожалуйста ваши отзывы вкратце понравилось не понравилось было интересно или нет что изменить добавить вот и следующий вебинар через две-три недели мы сделаем анонсируем его в своих группах постараемся максимально его сделать вконтакте как анонсировать вот но я что все понравилось что послушали больше большинство положительных отзывов это очень-очень круто вообще как бы наш бонус подразумевался в том что мы сегодня даем скидки на то что мы презентуем вот ну и как бы мы постарались в качестве бонуса действительно ответить белкин будет в обучалках да будет много белкина не переживайте то есть все в основном будет на мне все обучающие видео все 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 вот да и все прослеживания все домашние проверки да так что белкина будет много вот я надеюсь что это будет интересно тоже чем буду делать вот так что ну я рад что мы с вами встретились рад что нас все послушали к сожалению а если на какие то вопросы мы не ответили их пропустили реально и мы извините маленький вопрос не уходим больше конкретики по самым основным вопросом мы стараемся ее дать просто вопрос там правильно или неправильно там что делать мы вот как состоять тренировку в натуражку примерно мы не можем сказать потому что примерно это будет очень дилетантно это будет примерно нам необходимо дать вам очень много информации по которой вы сможете самостоятельно оценить себя свой и подготовленности все свои параметры уровень свое питание это тоже training лодка это питание составляет все это скорректировать и уже дать рометики по которому вы можете себя контролировать и корректировать вы программу и так он будет сами уже умеете составлять и уже вас будут спрашивать как то подарки у нас будет чек-лист команд зашать на почту и плюс к этому будет запись вегинара Вот, так что всем спасибо, я рад, что вам понравилось, для нас это был первый опыт, и я надеюсь, что вы не пожалели о том, что 2 часа своего времени в субботу потратили вместе с нами. Вот, еще раз спасибо, вот, всем пока, увидимся, и я надеюсь, что увидим вас в наших курсах, мы реально стараемся. Спасибо, парни. Да, хорошего вам вечера и результата. Всем спасибо за пожелание, теплые слова, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, ну, наверное, все так. Все, теперь точно мы выключаемся, всем пока и всем огромное спасибо за внимание. Да, вебинар у нас будет, вебинар будет еще. Вот, все, ребят, всем спасибо. За анонсами, за сетями будем анонсировать вебинар заранее, и в этот раз более заранее, чем за 2 дня. Да, чем за 2 дня. Вот, еще раз всем спасибо. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok